прекрасно добро пожаловать сейчас я включу чат всем привет напишите меня слышно видно и мы начинаем потихонечку подтягиваются все остальные к сожалению не все посмотрели письма видно слышно хорошо прикольно прекрасно я думаю что кому-то придется смотреть записи потому что только где-то половина людей увидели наши письма и к сожалению не все смогут получить тот подарок который будет но мы постараемся сделать так чтобы все кто сегодня до нас не дошел но прошел регистрацию регистрацию прошло 534 человека до вебинара дошло почти половина соответственно получат те самые призы и подарки подарки получат те кто будет участвовать сегодня онлайн специально для вас я расскажу чуть наверное позже очень много людей задают один и тот же вопрос по поводу второго сезона по поводу тренинга ребятки пожалуйста еще с чатую с от рук напишите пожалуйста в чате если ребята с моего первого сезона поставьте пожалуйста восклицательный знак те кто находится те кто находится сегодня восклицательный знак на первом сезоне тренинга вот у вас немало прикольно опишите в двух трех словах как вам первые два занятия обратная связь нравится но объективно я же не знаю кто вы пишите как есть спасибо здорово здорово спасибо хорошо действительно а много людей интересуются я хочу попозже наверно ответить на вопросы которые возникли да у многих спасибо здорово круто вправляет мозг но на самом деле вы абсолютно правы потому что я в отличие от моих коллег друзей партнеров по ютюбу не ставлю свои задачи и красиво и популярно рассказывать о панической атаке айвсд хотя канал невроза мегаполиса с этого начинал да красиво рассказывать о вегетососудистой дистонии панической атаки используя инструменты маркетинга интернет это конечно прекрасно и наверное кто то может этим похвастаться мы знаем таких людей которые любят этим хвастаться но психотерапии на самом деле заключается как уже поняли ребята из моего первого сезона прошло два урока и они поняли что акцент я делаю не на работу с паникой или не на работу с симптоматикой кто сегодня не является участником первого сезона я расскажу подробно о тактиках стратегии которые надо понимать надо знать вот чтобы справиться с тревожнофобическим депрессивным неврозом надо будет только внимательно все записать и следует рекомендации вот но ребята поняли что на самом деле задача здесь вовсе не в популярном рассказе о вегетатике вовсе не в популярном тренинговом рассказе о симпатической парасимпатической истории психотерапия мировая это не панические атаки и это не вегетососудистая и бестонии а психотерапия это работа над коррекцией определенных расстройств которые тянутся из детского периода и на самом деле достаточно давно достаточно сложно вот я сейчас виктория должен все бросить и рассказывать вам как попасть ко мне на занятия вы предлагаете мне не остановить занятия и начать вам про это рассказывать да не действительно остановить лекцию и начать рассказывать виктории как попасть ко мне на занятия сейчас ну давайте вы дадите мне возможность рассказать тот материал который я бы хотел донести до всех что за идиотизм вот я сейчас давайте расскажу чтобы попасть ко мне на занятия вам нужно позвонить по телефону 8 4 9 5 200 1 53 19 связаться с моим директором из вот татьяна спросить расписание узнать у нее наличие свободных мест и так далее я исчерпывающе ответил на ваш вопрос неужели невозможно этим по это эту информацию понять самостоятельно или вы не способны задницу поднять даже для этого вопроса вы не способны посмотреть сайт вы не способны посмотреть контакт вы способны просто самостоятельно проявить чуточку активности чуточку внимания или вам все должны разжевать в рот плюнуть и за вас проглотить я понимаю но ты не представляешь но огромное количество людей а на самом деле задает одни и те же вопросы ответы на которых лежат на поверхности просто нужно проявить внимание окей идем дальше так вот все основная концепция психотерапия ваших неврозов будет заключаться в эмоциональной коррекции в работе с детскими фиксациями в работе с определенными проблемами и популяризация рассказа о вегетатики о панических атаках не является проблемой давайте я сразу опять же превосхищу ответ на вопрос касаемо подарка касаемо того что я бы хотел подарить тем ребятам кто думает как работать с неврозами как работать с вегетатикой и так далее и так далее и так далее да давайте сделаем так вот сразу просто в начале чтоб потом не отвлекаться окей значит кто хочет работать с вегетативными проблемами только не с популярной истории про то что такое вегетатика что такое панические атаки а действительно шаг за шагом справляться с этой проблемой вот я вам сейчас сделаем так я сделал для вас отдельную страничку только для участников тренинга который сегодня сейчас идет красиков.defis.online.rf слэш свои на этом маленьком сайте вы найдете скидку на обучение на втором сезоне который начнется 24 апреля и на этом сайте размещено бесплатный просмотр первого занятия первого сезона скидка будет действовать как только вебинар закончится имейте это ввиду сейчас пока что вы должны внимательно смотреть вебинар не отвлекаться на покупку ничего все цифры начнут работать когда вебинар закончится на этом же сайте можно онлайн только давайте после вебинара смотреть первое занятие как проходят занятия первое занятие из десяти которые все смогут посмотреть бесплатно сайт будет работать сутки имейте это ввиду соответственно видео которое будет выложено в общий доступ как методология люди уже не получат первой серии люди уже не получат этих самых скидок соответственно сейчас мы два с половиной часа работаем упорно и слушаем методологический материал я рад что вы из воронежа можно участвовать онлайн и нужно есть все онлайн тот же самый кабинет поэтому как только тренинг этот сегодняшний закончится вы можете воспользоваться этой ссылкой посмотреть первое занятие принять решение значит больше рассказывать ничего не буду потому что уже писатель и так далее там и так далее и тому подобное всем понятно плюсики напишите кто это понял больше меня спрашивать не будет супер но все это будет работать только после вебинара сегодняшнего сейчас не отвлекаемся good good итак идем дальше что по поводу всего сегодняшнего происходящего вы все спасибо подарок это бесплатное первое занятие которое за которое что-то люди заплатили и подарок это скидка на тот самый важный тренинг это и есть подарок аренда вам что вам еще подарить исцеление после онлайн там точка да представьте себе там точка красиков алексей красиков онлайн точка рф слэш свои запишите пожалуйста пожалуйста запишите больше не отвлекаете пожалуйста я вас очень прошу все записали точно все записали молодцы идем дальше ну кто не записал извините теперь по поводу ваших симптомов давайте начать тема сегодняшнего занятия да тема сегодняшнего занятия заключается в эмоциональной коррекции тактиках и стратегиях значит давайте сфокусируемся на том я сейчас чат пока заблокирую хорошо чтобы не отвлекать ни себя ни вас значит суть заключается в том что тактики и стратегии эмоциональной коррекции работают только после определенных этапов осознания действий и так далее просто от знания от того что есть мировоззрение от того что такое вегетатика что неврозы это эмоциональное расстройство что все это от нервов просто знания не дают никакого терапевтического результата мировая психотерапия которая больше 150 лет активно развивается и в Соединенных Штатах надо понимать один простой момент если бы вся психотерапия неврозов и вообще психотерапия мировая заключалась в объяснении людям что такое панические атаки воезда агорафобия и обучение людей не пугать себя на улице ввиду неправильного понимания вегетатики вы можете представить с какого тогда собственно говоря перепуга создано и изучается огромное количество методов работа с травмой работа с насилием работа с разрушенными границами работа с депрессией работа с симбиотической связью работа с социофобическими конструкциями социопатии работа с ОКЛР работа с навязчивыми мыслями работа с нормативностью работа с детской психологией возрастной психологией работа с проживанием потери работа с проживанием расстава там огромное количество материалов и очень важных аспектов каждый который изучает различные направления психотерапии и клиентский запрос который изначально то есть в среднем это может выглядеть так клиентка или клиент пришел с жалобами на панику но на самом деле и на вегетатику на панику в горле еще что-нибудь но на самом деле за этим за всем стоят совершенно другие совершенно более важные глобальные проблемы такие как расстройства невротические то есть вегетатика которая проявляется телесно испуг этой вегетатики если скажем так вы пока что плохо понимаете что это такое то у вас будет паника и у вас будет вегетатика и наши клиенты полностью фиксируются на том что у них проблема с сердцем или у них проблема с вегетатикой и они пытаются на таком банальном понимающем понимающем уровне да скажем так решить эту проблему потому что первое что для них кажется это проблема с паникой и вегетатикой вот здесь как раз они эти клиенты очень сильно ошибаются ошибаются они в том плане что они пытаются решить вопрос симптоматично используя либо фармакологию которые им говорят что им поможет либо используя института атаками агорафобии считая что это главная проблема но это логично потому что у меня вот когда этих приступов испуга не было мне было якобы хорошо а вот вы мне эти приступы испугу уберите так вы думаете всегда но на самом деле проблема в том что на начало панических атак вы не осознавали что вы уже находитесь невротической проблеме и когда вы даже не будете испытывать панических атак вы вернетесь к той самой невротической проблеме с мужем, женой, с собой, с социумом, с невозможностью жить самостоятельно без матери, с невозможностью принимать решения без близких, с невозможностью выдерживать одиночество, с невозможностью выдерживать неопределенность, с требованием к окружающим, с требованием к себе, слишком сильной нормативностью, какой я буду плохой, когда я буду хороший. Это всё и есть тот внутренний конструкт, который стоит на самом-то деле за всей этой вегетатикой и иногда испугом в виде паники, иногда системным избеганием в виде агорофобии. То есть на самом деле вегетососудистая дисфункция, которую вы все пытаетесь вылечить, является не проблемой. И паники, которую вы испытываете от испуга самой себя, вы просто когда-то поверили, что у вас проблемы с организмом, у вас вегетатика, но вегетатика у вас от тревоги, а вовсе не от того, что это приступ. Соответственно, к чему я всё это? Я к тому, что работать нужно, не изучая вегетативные симптомы, не работая с вегетативным проявлением. И когда вы научились не паниковать, да, у вас тахикардия, да, у вас экстрасисты, да, у вас ком в горле, да, у вас там напряжение, но вы не паникуете. Есть такие наверняка ребята в группе, да, 300 человек у нас. Есть ребята в группе, вот из 300, кто раньше испытывал панические атаки агорофобию, сегодня не испытывает панических атак агорофобии? Вон их сколько. Пожалуйста. И все эти люди поняли, что на самом деле популярный рассказ об этом не решил и глубокую, и важную проблему. Панической атаки нет, но остальное да. Конечно. Потому что остальным, либо вы этим не занимались, либо вам об этом не сказали, либо сказали, но так, поверхностно. Так что же такое неврозы? Переходим дальше. Спасибо, ребят. Напряжение осталось? Конечно. Конечно, еще раз я вам говорю. Декларация о том, что возможно вы себя будете чувствовать хорошо, счастливо, без панических атак АВСД, это неправда. Невозможно себя хорошо чувствовать без панических атак АВСД, если у вас когда-то были панические атаки АВСД. Я вам 100% даю. Вот еще раз поставьте восклицательный знак, кто согласен сейчас со мной, что если у вас когда-то начались панические атаки и вегетатика, если их не будет, у вас не будет счастливой жизни, потому что ничего не изменится. Вот вам статистика, пожалуйста. Первая эйфория, когда вы не паникуете, конечно, она будет. Я больше не паникую, этих приступов нет. Но пройдет некоторое время, и вы увидите, что на самом деле порой даже становится хуже. Понятно, почему становится хуже? Сейчас скажу, что такое делать, Татьяна, мы сегодня как раз об этом будем много говорить. Записывайте очень внимательно. Эйфория возникает сначала. Эмоциональный градус ПИМ прыгает, и выглядит это вот так. Вам рассказали о панике, рассказали о гегетатике, и вы пошли гулять, вам все объяснили, и у вас эмоциональный всплеск. Опа, вы говорите, блин, у меня... У меня тут солнышко светит. Блин, у меня получилось. Ура, я больше не паникую, я хожу опять по городу. И у вас вот здесь вот очень сильный эмоциональный всплеск. Вы на этом всплеске готовы целовать ноги и руки человеку, который посмотрел, который вам это объяснил. Пишите много комплиментов мне, моим друзьям, коллегам. Вы говорите, спасибо. Кто-то даже снимает видеоотзывы под названием «Спасибо, вы гений», помогая тем самым продавать немножечко некорректную конструкцию. Но зато продавать. Соответственно, дальше возникает что? Проходит какое-то время, и у человека возникают опять вегетативные, эмоциональные и прочие проблемы. У него эмоциональный фон начинает падать. И почему становится хуже? Потому что он понимает, что у него опять вот эта вот фигня началась. И он делает логический вывод. Какой? Он делает логический вывод очень простой. Что ему ничего не помогло. Что вот это вот, это какая-то фигня. И что у него вообще какая-то проблема. И проблема вообще какая-то неизлечимая. Потому что если всем помогает, и отзывы тут пишут, и как бы все говорят, что у меня получилось справиться. А у меня как бы потом началось вот так, значит я какая-то точно больная на всю голову. И вот тут он прыгает ещё ниже, чем даже, посмотрите, был в начале. Поэтому когда мы приходим на тренинги по паническим атакам и ВСД, вы рискуете потом очень сильно просесть эмоционально. Прямо в точку. Спасибо. О, да. Вот. Поэтому когда мои друзья декларируют про счастливую жизнь вот тут, здесь очень много вопросов у меня возникает, что они имеют в виду. Очень просесть. Да. Вот этот момент он очень важен. Понимаете? И вот здесь очень важна честность людей, которые рассказывают о вот этом процессе. Иначе начнутся сложности. Поэтому мы с вами будем сегодня заниматься не рассказом о вегетатике, панических атаках, ВСД. А о том, какие расстройства. Это всё лечится. Поэтому неврозы обратим. Сейчас мы к этому перейдём. Какие расстройства, какие проблемы стоят и кроются на самом деле за всей вегетатикой и иногда испугом. Понятно? Основной посыл сегодня, который я хочу вам донести. Да, стало потом хуже. Конечно. Обещали вам счастливую жизнь. Нет. Ну, конечно. Из 200-300 человек, которым обещали счастливую жизнь, найти 2-3 человека, которые снимут восторженные слова. Что по-моему... Мне так полегчало здесь. Это прекрасно. Но из 300 человек, простите, остальные и что делают? Да, соответственно, как говорится, инструменты маркетинга никто не отменял. Рычаг работает очень неплохо. В том смысле, что люди идут, считая, что у них паника и вегетатика. То есть, пообещаем, как это, 3 корочки хлеба. Лиса, Алиса и кот Базилио. Пообещаем счастливую жизнь, потому что у тебя этих состояний может и не быть. И они пойдут. Вот и всё. Понимаете? Но потом возникает проблема. А люди потом говорят, ну да, там потом надо дорабатывать. А чё ж ты тогда обещал-то этим людям? Ну ладно, дело не в этом. Идём дальше. Вот этот момент, он очень важный. Да? Поэтому, чтобы справиться с невротическими расстройствами, слушайте внимательно, нужно работать над основным расстройством. Понимаете? Это очень и очень важно. Не над паниками и вегетатикой. И не ждать счастливой жизни. Надо работать над основным расстройством. Итак, идём дальше. Что такое неврозы вообще в целом? Что вы знаете о неврозах? Что вы знаете вообще об этом? Потому что вегетатика... Да вот мы сегодня этим и будем заниматься. Потому что вегетатика, паника и так далее – это лишь проявление. Нет, не позитивная мысль. Позитивное мышление – это вообще ни при чём. И убеждение тут ни при чём. И внутренний конфликт, так скажем, двояко. Очень много всего. Иначе это было бы очень просто. Рассказываю. Определение неврозу первым дал Уильям Кален в 1770-х годах. На самом деле это было ещё сделано до Фройда. Да. Уильям Кален дал определение невроза, которое потом, в принципе, и дальше пошло. В определении всей этой проблематики. Это широкий круг страданий пациента, при обследовании которых не находится серьёзной органной патологии, подтверждённой исследованием. Соответственно, неврозы могут быть функциональные – это телесные неврозы. Могут быть эмоциональные – это фобические, это обсессивно-компульсивные. И неврозы могут быть на уровне поведения, на уровне специфической формы поведения человека. Сейчас мы об этом по всём будем говорить отдельно. В большинстве случаев вы, мои клиенты, зрители, сталкиваются изначально с функциональными неврозами. Неврозом кишечника, неврозом сердца, неврозом желудка, неврозом дыхания. Когда настоящее расстройство, которое было на самом деле у вас с юности. То есть, если вы, сейчас там 315 человек, среднестатистический человек скажет, у меня панические атаки начались 1 сентября 2012 года, или 2017-2016 года, это неправда. Потому что на самом деле, если вы будете внимательным, до начала функционального проявления невротического расстройства, уже с юности прослеживалась определенная тенденция к каким-то социальным или тревожным, фобическим или прочим состояниям. Так? В чате, пожалуйста, плюсик поставьте. То есть, еще до начала ваших первых паник, первых вегетатик, уже на самом деле были какие-то эпизоды. И эти эпизоды являются очень важными. Потому что это доказывает, что у вас проблема не с паническими атаками вдруг началась, и не с вегетатикой. У вас основное расстройство вышло на пик, скажем так, проявления. Почему оно вышло на пик проявления? Отвечаю, спасибо, молодцы, клево. Почему? Потому что есть такое в мировой практике психотерапии понятие, как причины и поводы. Причины и поводы. Причины невротических расстройств коренятся в детстве и коренятся в определенной системе структуры личности. И психики, в том числе биологии, морфологии, специфической иннервации, унаследованной психовегетативной регуляцией, и так далее. Астеник, неастеник, и так далее. И самое главное, это поводы. То есть, на самом деле, причина ваших расстройств коренится вообще совершенно не в том, что происходит сегодня или происходило накануне панической атаки или первых симптомов. Причина – это ваша внутренняя психологическая конституция, которая заложена определенным образом, которая является определенным расстройством. Внимание! Которая всегда прогрессирует. То есть, вот здесь возникает проблема. Почему я вот сейчас такое большое количество людей сказал, что они видели уже симптоматику до первых вот этих пиков, но они просто не обращали на нее внимания, потому что она не так была ярка и не настолько она была крайней. Потому что ваше расстройство, как и мое. А я столкнулся с пиком в 2006 году в виде паники, кардиофобии, тахикардии, кома в горле, невроза кишечника. Я уволился с работы, я думал, что у меня инфаркт, я бегал по больницам, по кардиологам и так далее. Вы все это знаете, можно в ютубе посмотреть лекцию «Как я стал психотерапевтом» – это все оттуда. Соответственно, вот важный такой момент, что пик, когда наступает, это не значит, что вы в этот момент заболели. Вот все, пожалуйста, парадигму поменяйте. Вы не заболели с момента начала первой паники. Вы не заболели с момента начала активной фобической кардиофобии или кома в горле. Расстройство развивалось достаточно долго. То есть, это примерно выглядит так же, как я и рисовал чуть ранее. Выглядит примерно вот так. То есть, с юности, с юности. И в какой-то момент случился повод последний, который капнул последней капелькой к эмоциональному реагированию. У кого-то это может быть семейное отношение. Вот все сейчас головку включаем и вспоминаем. Думаем, размышляем, чат включил. Последний повод какой-то капнул в общую картину расстройства. То есть, если вы не чувствовали... Вот здесь вот вегетатика мы возьмем, например. Вегетативная активность. То есть, если вы до этого момента не чувствовали вегетативную активность, это не значит, что основного расстройства у вас в структуре никогда не было. Кто-то здесь покурил. Кто-то бухнул. У кого-то развод. У кого-то свадьба. Кто-то понял, что она вышла замуж и лоханула, что-то поспешила. Кто-то не может. Кого-то уволили. Кого-то бросили. У кого-то развелись родители. У кого-то на работе какие-то подковерные игры. Кого-то уволили. Кто-то без денег. У кого-то достала теща. У кого-то свекровь. У кого-то умер родственник. В общем, понятно? То есть, в какой-то момент ваше расстройство вышло, и вы его почувствовали. Вот я здесь вот так вот заштрихую. И когда вы его почувствовали, для вас это стало таким вау-феноменом. Но поскольку вас в школе не образовывали в плане психологии, что есть такие расстройства, есть определенные виды реагирования в среде, которые могут привести в какой-то момент к вегетативной обреакции. И вот здесь вдруг в какой-то момент начинается то, что вы делаете со своим расстройством. Вы все внимание начинаете фокусировать на что? Вы начинаете все внимание фокусировать. У всех так абсолютно. Вы все внимание начинаете фокусировать на том, как это проявляется. И дальше вы на самом деле уходите в изучение симптоматики, в изучение каких-то самочувствий и так далее. Если у кого-то, кто считает, что это не так, то это говорит о том, что всю жизнь вот это продолжается, оно не заканчивается. То, что люди не испытывали до момента начала первых панических атак, каких-то проблем, это означает, что вы этого просто не осознаете. Поэтому вам кажется, что не так у всех. Понимаете? Соответственно, на самом деле, если у вас случились панические атаки, или если у вас случилась вегетативная обреакция, я вам даю 101%. У вас уже был невротический характер, это был лишь вопрос времени, когда определенные ситуации капнут последней каплей. И, как правило, последней каплей являются определенные жизненные события, которые в какой-то момент, как ключ, подошли к замку, как говорил Владимир Николаевич Мясищев. Как ключ, подошли к замку, и капнуло вот сюда, и все. То есть, если сюда уже капнуло, вот здесь начинается следующий алгоритм. Пишем алгоритм. НРС до 14 лет, скорее всего, да. Надо изучать. Алгоритм. Что надо запомнить вам? Значит, первое. Сейчас я чат выдалю. Первое. Первое, что вам надо понять и запомнить, что если вегетатика, или паника, или какие-то фобии поперли в какой-то момент жизненного пути, сразу себе скажите, что это не болезнь. Это не болезнь тела. Поэтому 15 раз ссуваться колоносков в задницу не надо. 20-е ЭКГ не надо. 38-е МРТ за 5500 не надо. Насиловать терапевта со словами, доктор, загляните куда-нибудь, но только найдите у меня болезнь, потому что скажите, что со мной. Вы же все бегаете по врачам со словами, ну скажите диагноз. Я хотя бы буду понимать, что лечить. Вам говорят, да хрен его знает, что с тобой, у тебя все хорошо. Вы говорят, ну как хорошо, у меня же течет, коет, ноет, лекает, приступы давления, шарашит, тататы. Они говорят, да хрен его знает, что с тобой. Объясняю. С вами все нормально. С вами происходит вегетативная реакция, вегетативная активность, потому что есть два момента. Момент первый. Когда началась вся эта фигня, вы начали к этому преломлять сильную тревогу. Второе. Существуют какие-то в жизни обстоятельства до сих пор, на которые вы продолжаете, я вот так вот сделаю корреляцию, на которые вы продолжаете по-прежнему реагировать эмоционально значимо. Понимаете? Вот этот момент очень-очень важный. Ребята, давайте вы меня послушаете, окей? То есть, два очень важных пласта на первом этапе терапии. Записано. Первый пласт терапии заключается как раз в том, чтобы объяснить человеку, что вегетатика, панические атаки и прочая симптоматика не являются болезнью, которую надо лечить. Чтобы человек перестал искать таблетку, чтобы человек перестал искать мочу, настойную в Гималаях. Чтобы человек перестал искать бабку, которая попросит его закопать какую-нибудь курицу. Чтобы человек перестал вообще искать лечение этой проблемы, потому что его не существует. Существует мировая психотерапия невротических расстройств. То есть, первое, надо объяснить человеку о том, что с ним происходит и почему у него возникают тельные симптомы. Фобические, похондрические, навязчивые, вегетативные. Сейчас мы об этом поговорим. Второе. Нужно объяснить и провести внутреннюю работу человека, его консультанта на ту тему, чтобы он осознал, что у него в жизни происходили и происходят определенные события, к которым он определенным образом относится. Третье. Третье. Нужно научить человека, пациента, осознавать в рамках различной методологии, как он относится к определенным событиям. Четвертое. Нужно обучить его корректировать это эмоциональное состояние. И пятое. Надо генерализировать эти изменения во все сферы жизни и закрепить результат с последующим контролем. Вы хоть одно слово тут услышали про терапию ВСД и так далее? И не услышите. Потому что вам всем и не помогает ни форум, ни видео. Видео на канале Невроза Мегаполиса, то, чем я занимаюсь много лет с 2011 года, заключается в объяснении концепта. Но надо понимать, что нужно работать. Работать над основным расстройством. Это все поняли? Вот этот момент, он очень важный. Вот здесь возникает еще одна проблема в Российской Федерации. Догадаетесь, о какой проблеме я говорю? О какой проблеме я говорю в Российской Федерации? Проблема заключается в том, что на сегодняшний день существует много рассказчиков о панических атаках в ВСД. И в принципе даже рассказывают хорошо, потому что ничего тут нового расскажешь. Согласны, да? Проблема заключается в том, что рассказчиков много. Рассказчиков, которые прошли определенную подготовку интернет-маркетинга много. Это все прекрасно. Но проблема в том, что расстройствами невротическими даже люди с сильным образованием очень часто занимаются очень узкопрофильно. Либо занимаются очень специфическим образом и не все подходят друг к другу. То есть не все пациенты подойдут каждому психотерапевту. Во-первых, в нашей стране очень мало психотерапевтов, которые профилируются на какие-то расстройства конкретные. Во-вторых, среди всей этой популяции найти методику, которая подойдет вам, очень сложно. Потому что вам кому-то подходит гештальт, кому-то это, кому-то то, кому-то то. Работа с паническими атаками ВСД – система мировая едина. А вот то, как подойти к человеку с точки зрения методологии решения его расстройства – вот это вопрос более сложный. Поэтому суть заключается в том, что вам придется работать над основным расстройством, как вам сказать, пробуя различные системы модальности и формы. Ища под себя определенную правильную конструкцию, правильный подход именно к расстройству. Ну, например, если у человека в основной структуре расстройства есть нарушение границ матери, так называемой подавляющей матерью, так называемой матерью, которая своей гипертрофированной любовью и тревогой разрушила границы дочери или сына, и эта дочь и сына стала полуинвалидом, потому что дочь и сыне за 28, а дочь и сына без мамы никуда. И мама везде и так далее. Соответственно, здесь просто рассказчики в Ютьюбе о том, что это такое, как это и так далее, ничего не изменят. Книги прочитаны, ничего не изменят. Только работа над собой с коррекцией и с какой-то методологией, вот этот момент может начинать решать эту проблему. Это как раз к вопросу, почему я сделал свой тренинг, потому что я не могу работать круглосуточно в Скайпе или в Центре, но я могу дать людям методологию, с помощью которых они смогут учиться работать над основным видом расстройства. Используя когнитивную терапию, используя гештальтерапию, используя анализ, используя схемы, используя мою поддержку и технологию, мы можем вместе сообща, во-первых, понять, что за расстройство, во-вторых, как с ним работать, и в-третьих, какие инструменты и ключики нужно крутить и вертеть, чтобы это потихонечку становилось все меньше и меньше и меньше. Вот основная идея того тренинга, который я сейчас начал вести. Потому что я не могу объять всех. Конечно, индивидуальная работа по Скайпу, она более детализированная. Но, послушайте меня внимательно. Когда вы приходите на персональную работу ко мне, к моему коллеге, из ассоциации, из другой ассоциации, вы потратите огромное количество денег на то, чтобы пройти так называемый курс молодого бойца, который включает в себя от 5 до 15 занятий только определение. Да, вот этих всех аспектов. А потом уже глубокий, поэтому Фрейд говорил 3 года. Мы не имеем трех лет. Поэтому моей задачей как можно больше популяризировать доступную методологию. И даже если после этого тренинга кто-то придет дорабатывать какие-то аспекты по Скайпу, вам уже будет гораздо более детализировано, понятно, что делать. Просто человек придет доработать какие-то нюансы. Вон ребята были, уже здесь присутствуют на первом сезоне. Уже прошло всего лишь два урока, у них уже есть многие пазлы в голове, которые складываются. С понедельника мы с ними начинаем изучать когнитивную терапию и методологию детально. И вы увидите, что через 10 занятий, через 5 недель, что с ними, какие изменения они получат. Просто даже преломляя методологические знания. Пожалуйста. Идем дальше. Идем дальше. Сейчас. Значит. Вот этот момент ясен? Прекрасно. Теперь смотрите. Что же такое... Продолжаем к теме неврозы. Неврозы – это обратимые расстройства эмоционального характера, проявляемые как телесно, эмоционально и поведенчески. Есть три основных категории проявлений невротических расстройств. Это не ВСД. Запоминайте. Первая категория проявлений – это функционал или тело. Это вся вегетатика. Это ком в горле, тахикардия, экстрасистла, диарея, локализованные боли и прочие дисфункции организма, при обследовании которых не находят изъязвлений, патологий, патологии, онкопатологии и так далее. Это понятно? Сюда же классифицируется вегетативная активность. Ребят, чат включил. Все это поняли, вот локально вот этот момент, что вегетатика и всё телесное – это проявление какого-то расстройства, чёрт побери. Нельзя пытаться это лечить и задавать мне миллионные вопросы и моему директору Татьяне о том, как это, как это, как это, как это. Ответ один. Послушайте меня. Ответ один. Заниматься надо основным видом расстройства. Если проявления дисфункциональные очень сильные, надо подобрать какие-то успокоительные, транквилизирующие, антидепрессивные препараты, которые снимут на какой-то период эту дисфункцию телесную, дадут вам силы и возможности заниматься работой над основным расстройством. Все это поняли? Как найти это? Сейчас мы этим и занимаемся. Невроз кишечника, как выражается, выражается дисфункция кишечника. Боли, диарея или запоры и так далее. Дисфункция. Это ясно? Не надо копать. Я сейчас всё расскажу. Вы своим копанием ничего хорошего себе не делаете. Следовательно, идём дальше. Второй момент, как проявляются неврозы и невротические расстройства. Это эмоциональная сфера, в которую входят две большие классификации. Такие, как тревожно-фобические проявления и такие, как депрессивные проявления, аффективные так называемые. И нарушение поведения, нарушение настроения. Сюда же колебания аффекта. Есть у меня один коллега, который, к сожалению, каждые полгода его код заносит. Это вот туда. Вот. Минуточку. Дальше идём. Значит, эмоциональная сфера проявления невротических расстройств. Эмоциональная сфера. Ты просто чат пытаешься заблокировать, потому что люди неадекватные. Им говоришь, дайте поработать, а они ни в какую. Эмоциональная сфера проявления расстройств. Это фобии, локализованные фобии, изолированные так называемые фобии. Это страх за сердце, который возникает, когда у вас вот сюда попёрло. Первое, что возникает у этих людей, что-то с сердцем не то. Но это не так. С сердцем у них всё в порядке. Потому что сердце естественным образом учащается, тахикардия, поднимает давление, когда возникает эмоциональная обреакция. Вторые фобии. Это всевозможные фобии из-за здоровья этой похондрии. То есть, это синдромокомплекс, где у вас постоянно страх начинает в организме крутиться. А вдруг это, а вдруг это, а вдруг это. Это всё эмоционально-фобическая конструкция. Депрессивные истории, да, уход настроения ниже плинтуса. Всё плохо, никогда не изменится. Я дерьмо, никогда не это, никогда не то. Мысли навязчивые, которые так называемые навязчивые, хотя на самом деле под навязчивыми мыслями кроется очень простая история. Если мы говорим о неврозах. Это человек, который поимел... Вот смотрите, как выглядит навязчивая мысль. Когда человек поимел очень сильное внутреннее напряжение по поводу определенных ситуаций в жизни, определенных обреакций, у него возникает огромное напряжение. Но фишка ОКР в том, что это очень нормативные ребята. Это ребята, которые нормативные, как я показывал моим ученикам на первом сезоне. Они нормативны вот настолько. Вот посмотрите, вот так вот видно будет. Вот настолько нормативны. То есть обычный человек, у него нормы примерно вот такие, да? Вот так. А вот ОКРщик, у него нормы вот такие. Вот сейчас я чат разблокирую. Это всем понятно, что такое ОКР. Это история вот суда. И у него, у этого человека, на самом деле, он способен вот этой своей нормативностью. Всем понятно слово нормативность? Правильность, убеждение, за что я плохой, за что я хороший, как можно, как нельзя, религиозность и так далее и тому подобное. То есть, что я могу и что я не могу. И эти нормативы, на самом деле, преломляются, внимание, даже на способ того, о чем я подумал. То есть, если я подумал о том, что я могу, там, убить кого-то, сойти с ума, для обычного человека, смотрите сюда, хватит писать. Для обычного человека просто какая-то мысль, она не является какой-то странной, проблемной, патологической. Ну, мысли, мысли, ну, подумал и подумал, ну, фантазировал, фантазировал, в чем проблема. А вот для ОКР клиента одна только мысль о том, что он, там, кого-то, там, стопит в половой контакт, сойдет с ума или еще что-то. Для него это настолько невыносимо. И он начинает говорить, а что я об этом подумал? Если я об этом подумал, то это к чему-то. Если я об этом подумал, то я плохой, потому что нормальные-то люди об этом не думают. Потому что нормальные люди, как ему кажется, об этом думать не могут, а если он об этом думает, значит, он этого хочет, а если он этого хочет, то это вообще пипец полный. Поняли, как это работает? Кстати, хотите отдельный вебинар по ОКР, по техникам прям? Если хотите, может, мы сделаем маленький такой двухчасовой практически прям джинь-джинь-джинь, чтобы все не мешать, да? Давайте подумаем, хотите, может, в апреле замутим какой-нибудь недорогой двух-трехчасовой вебинар с примерами по ОКР, да? Прямо с практикой. Окей. Но об этом попозже. Теперь смотрите. В чем история? История в том, что это все, это все, я понял, ОКР будет, обещаю, обещаю, будет практика по ОКР, по терапии. Спасибо. А, значит, спасибо, спасибо. Значит, и третий вид неврозов в проявлении, это поведенческий. Например, чтобы я была хорошей девочкой, чтобы день сложился нормальный, все было хорошо, поскольку я девочка-то вот такая узенькая, ну, в смысле, вы поняли, в смысле мировоззрения, да? Чтобы не быть плохой и не быть такой-то, такой-то, я буду перешагивать по белым плиткам. Или я буду думать только хорошо, или я не буду думать об этом. Чтобы день сложился нормально, чтобы родственники не умерли. Чтобы, то есть, настолько жесткая нормативность здесь, что человек подвергает сомнению даже мышление, даже фантазии, даже какие-то иллюзии. Понятно? Поэтому задача ОКР будет разделать вот так вот, да? Где с одной стороны закон, с стороны пребывания, а в другой стороне некие моральные нормы. Но эти моральные нормы не вот такие, чёрт побери. Всем это поняли? Все это поняли? А вот такие. И когда у человека моральные нормы и закон вот так выглядят, он говорит, да мало ли что-нибудь в голову пришло. Всякое бывает. Ну, подумал и подумал. А вот ОКР говорит, нет, если я подумал, это значит, я подумал. Поэтому ОКРщики очень часто религиозны. Понятно почему? Потому что религия очень клево оправдывает их внутреннюю нормативность. Они говорят, я так себя веду не потому, что я по-другому не умею, а потому что они на это насаживают религию и объясняют себе, рационализируют, что это дело в религии. Но на самом деле религия не подразумевает вот таких вот, ну, таких расстройств. То есть религия делает людей счастливыми, свободными. А религия делает людей гармоничными и полноценными. Когда ко мне приходит ОКРщик, который шагает только по белому и так далее, и боится сойти с ума, и боится произвести плохое впечатление, и боится потерять над собой контроль, сойти с ума, мысли и так далее. И он пытается не объяснить, что это дело в религии, это не так. Дело не в религии вообще. Это его обоснование самому себе. Ну ладно, про ОКР я обещал, будет отдельный вебинар в апреле. Готовьтесь очень скоро. Значит, дальше идём. Идём дальше. Теперь, что же делать? Какие виды они пишут? Классификация основных невротических расстройств, которые стоят за теми проблемами, которые вы ко мне пришли. Понятно? Вот этот момент очень важен. Кто там Ирину послал в женский половой орган? Что там Ирина делает? Религия – это не хорошо и не плохо. Это выбор каждого. Вопрос в том, что религия не должна быть оправданием ваших невротических поведений. Понятно? Меня обзывают? Да пускай обзывают. Меня уже все обзывают. Только можно. Это нормально. Уже с 2011 года. Вы обслышали. Кем я только не был. Всё, 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 всё. Так. Сейчас. Подождите. Значит. Поэтому этот момент, он очень важен. Да. Момент важный в чём? Пишем. Классификация основных расстройств, которые стоят за вашими основными проблемами, скажем так, которые вы посчитали когда-то изначально в СД. Я сейчас буду говорить об основных расстройствах, которые могут быть, сразу скажу, сочетанные, могут быть смешанные, могут быть по-разному проявляться, и силы тяжести, и так далее, и тому подобное. Но, скажем так, проявления по трём типам будут одинаковые. То есть, у всех трёх неврозов основных, которые есть на планете, даже если они сочетаны, будут возникать так или иначе одинаковые проявления. Тут возникает очень большой как раз момент, связанный с дифференциальной диагностикой. Потому что, если вам какой-то рассказчик в интернете скажет, что ВСД и панические атаки – это симптом невроза, то это очень-очень, мягко говоря, не очень профессионально. Потому что тогда вопрос невроза какого? Если человек скажет, что невроза тревожно-фобического или тревожно-депрессивного – это смешно. Потому что это не классификация, это лишь нозология общая. А есть основные детализированные три невроза, которые на самом деле с точки зрения когнитивной терапии, если рассматривать, или с точки зрения аналитической терапии рассматривать, они так или иначе будут укладываться как в одну модальность, так и в другую. Например, с точки зрения когнитивной терапии я могу эти три невроза классифицировать, как Аарон Бек классифицировал. Кто изучал Аарона Бека? Помните, как классифицирует Аарон Бек неврозы по стилю мышления? Есть коллеги? Ну, я знаю, что есть вот один главный коллега, который никак не успокоится. А кроме главного коллеги есть еще кто-нибудь? Нет? Хорошо. Аарон Бек классифицировал неврозы по типу мышления. Да, и по большому счету это ничем не отличается от... Нет, здесь нет как раз-то, в этом большая разница. Аарон Бек классифицировал разные невротические проблемы. Он взял медицину, и он был большой молодец, и классифицировал правильную классификацию неврозов медицины к определенному стилю мышления. Я не буду сейчас вам перечислять всю методологию. Не буду вам... Останьте об меня с этим, блин, пассажиром. Я даже говорить на эту тему не хочу. Пусть он вылечится сначала. Вот, да. Есть три основных невроза на планете Земля, которые дербанят вашу психику. И проявляться они будут как вегетативно, фобически, поведенчески одинаково. И вот понять who is who, и куда делать акцент, и есть в психотерапии. Поняли? Пишем. Значит, первый тип условной классификации это тип... Возможно. Ну, вот имя очень правильное, потому что это действительно ребенок еще. Значит, первый тип... Первый тип невротической классификации называется неврастения. Почему ты дал рекламу тренинга? Ты говорил, не будешь. Ну и так далее. Ой, ругаться не хочется, но сил нет уже. Первое. Эта история неврастения. Неврастения заключается в чем? Так, все, хоре. Неврастения заключается в чем? Ну, неврастения заключается в том, что человек предъявляет к себе самому, слушайте внимательно, хоре, не отвлекайтесь, к себе завышенные требования своими же собственными нормативами и своими собственными убеждениями. Нормативами и убеждениями какими? Я должен быть идеальным, у меня должно все получиться, чтобы родители меня полюбили, чтобы я доказал маме, папе, что у меня есть за что любить. Я должен добиться определенных результатов. У меня должно быть все идеально, правильно. У меня должно быть все так-то, так-то и так-то. И вот тут возникает внутреннее, так скажем, состояние невротического драйва, которое тянется с детства на самом деле. Под названием каким? Человек начинает очень-очень эмоционально относиться к результату, используя перфекционистические требования к себе, не давая себе права на отдых, на какие-то ошибки, на поблажки. Он очень-очень сконцентрирован на идеальности и перфекционизме. Возникает следующее расстройство. Сначала человеку как бы кажется, что все хорошо. Ему кажется, что все нормально. Он наоборот эффективен. Он наоборот достаточно активен. Это все выглядит именно вот таким образом. Помните? Ему сначала кажется, что все хорошо. Ой, нет, это не тот. Sorry. Вот так. Сначала человеку кажется, что все нормально. Он просто любит свою работу, просто хочет добиться результатов. Он просто много работает. У него все нормально. Но в какой-то момент у психики возникает определенный окончание ресурса. Именно поэтому невростыники, это как правило люди примерно возраста 25-35-40. Потому что в какой-то момент у любого человека с невротическим состоянием внутреннего невростынического расстройства, у него закончатся силы. Силы у него закончатся. И как правило, какая-то последняя ситуация на работе или около работы, или профессиональная какой-то деятельность. Потому что невростыник, он же любую профессию будет как усугублять? Он будет пытаться сделать лучше. Перегнать Красикова Алексея, чтобы доказать Алексею Красикова, что он разбирается лучше, у него больше зрителей, у него больше этого. И он доведет себя. И будет доводить себя пожизненно, пока не будет заниматься своим расстройством в целом. И будет доводить себя постоянно. Потому что за что бы ни взялся, это будет постоянно на износ. Причем на износ с утягчающими каждый раз событиями. Понятно? Невростыники, они выглядят именно вот так. То есть, зависть, внутренняя злость, внутренний комплекс, он будет настолько сильно тащить человека в такое эмоциональное движение к лучшему, к большему, где он потеряет совершенно ориентиры о своих возможностях, ресурсах, о своем здоровье. Ему будут люди говорить, слушай, ну хоре, тормози, ты чего? Нет, я должен, я должен. И вот тут начнутся все проблемы. И вот чтобы лечить, чтобы лечить вот эту невростынию и это расстройство, потребуется очень важный аспект. Потребуется осознание. А какие мотивы моего поведения, какие мотивы моего вот этого момента, что стоит, подсказываю, за такими мотивами. Можете записывать, можете просто послушать. За такими мотивами стоит обычно очень сильный комплекс неполноценности. Как правило, это связано с либо наличием брата, сестры, либо с поведением мамы, папы, либо с таким социальным, как бы изначально ущербной такой позиции, да, где человек настолько сильно разозлен, настолько сильно, не хочется использовать слово недолюбленный, Ир, настолько сильно обижен, что вот это все, почему ты сделал это? Ты же меня не хотел. А вот я первый, а вот ты не первый. Вот эта вся история, это все про что? Это все про комплекс. Под названием «Я докажу тебе, папа, и я докажу вам все окружающие, что я что-то из себя представляю, что я что-то значу, и я не буду слушать ничего, и не буду слушать никого, пока не покажу, что моя пиписька, она в принципе не хуже, чем папа, а то и даже лучше». И вот этот момент, он будет разрушать человека постоянно, его будет шарашить в разные настроения, его будет шарашить в различное состояние, то у него хорошо, то у него плохо, то он должен, то он не должен. Это постоянно будет, как шарик от пинг-понга в голове, раскачиваться, и в итоге приведет к серьезным последствиям. От такого человека будут отказываться друзья, потому что он то их любит, то не любит, то работает, то не работает, то хочет, то не хочет. От этого человека будут отказываться партнеры, люди будут странно как-то видеть какую-то динамику, потому что это какие-то всплески невротические, то влево, то вправо. В общем, возникнут серьезные проблемы. И самое что печальное, что это с каждым годом прогрессирует, и с каждым годом будет все хуже, хуже и хуже. Это невростыния, да, с различными проявлениями. Соответственно, чтобы это скорректировать, что надо делать, пишем или запоминаем. По поводу невростынии, значит, когда мы видим, вот, подождите еще, значит, по поводу невростынии, практически, да, про агорофобию деталины, да и есть этот вебинар, Александр, зайдите на портал неврозы мегаполиса, там есть про агорофобию бесплатный большой урок. Как называется, ребят, буквально один из последних видео, по-моему, все, что вам надо знать, или как там, посмотрите, бесплатно, есть, это все в Ютьюбе, что, лень посмотреть, что ли? там огромное количество материалов. Там много чего есть, ну, молодец, тебе что, пальцем надо тыкнуть? Давайте, ребят, самостоятельно, в Ютьюбе, на моем канале, последний есть, как раз, про агорофобию, паническую атаку. Итак, что еще про невростынию? Про невростынию следующее, защитить детей, сейчас объясню. Симптоматика невростынии есть специфическая, у каждого из видов невроза есть и вегетативные, и фобические, и поведенческие аспекты, окей? Но профессионал, человек, который хорошо понимает, может выделить очень специфические проявления. Я хочу с вами поделиться этими проявлениями специфическими. Значит, первое специфическое, что бросается в глаза у невростыников, такое на поверхности, это более выраженно астенно-невротическое состояние организма. Астенно-невротическое или астеническое состояние, это состояние болезненной слабости. Это такая болезненная слабость, как будто вас переехала катком, и вы уже ничего делать не можете. Вы не можете писать, вы не можете читать, вы не можете усваивать информацию, вы не можете фокусировать зрения, вы не можете фокусировать внимание, вы заплываете, у вас вылетает память, вы плохо спите, вы постоянно ощущение такое, как будто вы пробежали марафон, но никак не можете восстановиться. То есть, очень быстро утомляетесь, вы вроде садитесь за работу, 15 минут и вы пустой. Вы вроде хотите сконцентрироваться, а вы не можете. Вы вроде пытаетесь взять себя в силу, а вы не можете. То есть, вот это характерно очень для именно неврастенического расстройства. И ещё характерна симптоматика – это раздражительность. Это раздражительность на свет, это раздражительность на звуки, птицы, солнце, скрипящие какие-то диваны, кресла, это какие-то звуки, яркий свет. В общем, такая раздражительная, болезненная слабость. Это вот так ещё может быть названо в медицине. Это как раз очень такой типичный симптом, именно больше классифицирующий неврастению. Понимаете, да? Вот всё остальное с неврастенией тоже гуляет. Неврастеник может испытывать общую вегетатику и испугаться. Неврастеник может испытывать какие-то страхи эпохондрические. Неврастеник может заболеть агорафобией в кавычках в том смысле, что он начнёт пугаться, что с ним что-то произойдёт, он станет избегать. Неврастеник может все проявлять жалобы и сидеть на форуме 3 года человек, считающий, что он больной ВСД и паническими атаками. Но на самом деле за этим всем будет скрываться именно неврастенический склад определённого расстройства. И пока его терапевт не начнёт над этим работать, ничего не изменится. Вот и всё. Соответственно, вот этот момент, он очень важен. Все поняли это? Как работать? Переходим дальше. Какие основные задачи ставим мы перед собой, когда мы сталкиваемся именно локально с таким, в пасть депрессии может любой вид невротического расстройства абсолютно. Меланхолия, депрессивный эпизод и так далее. Как сопутствующее расстройство это будет идти в классификации, да? Или называться оно будет тревожно-депрессивно, где что-то доминирует больше или меньше. Например, сейчас я расскажу, ребят, например, Ире отвечу, например, представьте себе женщину, да, которая парня молодого, например, ну среднего возраста, мужчина 30 лет, да? Представьте себе, что он очень такой ранимый и обиженный с детства, который всё время, вот они лучше, чем я, они их любят больше, чем я, я всё-таки что-то сделаю, я должен что-то сделать, я добьюсь, добьюсь, я буду лучше, чем он, я буду, сделаю. Вот если такой внутренний посыл есть, да, представьте себе, что он в какой-то момент старался, 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 что-то пошло не так, у него ничего не получается, не получается, не получается, где-то переутомился, у него вышла вегетатика, он испугался. А, кстати, хочу сказать вам ещё один очень важный дифференциальный момент. когда человек испытывает паническую атаку, агорофобию, дереализацию, деперсонализацию, навязчивые мысли, и вот чем больше симптомов у человека в классификации, тем глубже и серьёзнее его расстройство и требует гораздо длительной и глубокой терапии. И если этот человек, имеющий дереализацию, деперсонализацию, навязчивые мысли, панические атаки, агорофобию, вегетатику, страха этот, всю классификацию практически имеющий, справился с паническими атаками и ЛСД, я вам даю 100%, он даже не начинал коррекцию своего расстройства. Он только лишь научился понимать, что такое вегетатика, агорофобия, не избегать избеганий, передвигаться и не паниковать, но основное личностное расстройство сохранилось. Understand? Это прямой посыл одному человеку, чтобы он начал работать над своим расстройством уже наконец-то. Так вот, а не мучить меня своим детским садом. Далее. Так вот, про неврастыников. Какая основная задача? Основная задача заключается в следующем. Поскольку это люди, которые с детства имеют очень сильный комплекс, и от этого комплекса идет вот этот посыл, я перегоню тебя, я докажу, что я лучше, то человек должен осознать аналитическую модель вот этого драйва. И это как раз психоаналитический момент. У меня тут когнитивно-аналитическая терапия. Почему? Потому что просто понимать, что есть убеждения, недостаточно. Использовать стратегическую краткосрочную терапию для паники, да, но это не решит проблему. Поэтому, чтобы решить и начинать решать глубоко проблему, вам надо сначала понять методологично, как с детства я тянусь, и что за драйва с детства мной движут. Второе. Надо будет... Да подождите вы, господи. Второе. Надо будет понять и увидеть, какие убеждения я, уже по КПТ, да, какие убеждения я взял в структуру своей психики. То есть, у нас психика будет состоять из двух моментов. Запоминайте. Что я показываю? Психика человека, если мы говорим про неврозы, да, всегда будет состоять из двух очень важных моментов. Что я показываю? Что я показываю? Ну да, конечно. Это голова и сердце. Условно говоря. Так вот, все ваши неврозы, неврастыния и ещё два, я же с ними, о которых мы сейчас поговорим, это всегда вихрь. Заметили это? Это всегда вихрь между сердцем и головой. Но понятно, что сердце – это мышечный мешок, который является лишь насосом, который нормируется вегетатикой для того, чтобы где-то быстрее, где-то медленнее. Голова или мозг – это тоже орган, который отвечает за регуляцию высшей нервной деятельности и так далее и тому подобное. Но мы говорим это схематично. На самом деле это всё происходит внутри. И внутри это выглядит так. Слушайте внимательно, сейчас очень важный момент для психологов и вообще для всех, кто хочет разбираться глубоко, а не про ВСД слушать историю. Ваше детство и ваши аспекты поведения, папы, мамы, их наличие алкоголизации, теплоты, холодности, дистанцированности или наоборот гипертрофированного вмешательства и насилия вас своей любовью, гипертрофированной тревогой – всё это создаёт основной вид расстройства и основной вид невротического состояния. Плюс к этому – это аналитическая часть. Это так называемые сверхценные потребности или сверхценные или основные виды патологии. Например, мать, которая на поведенческом, эмоциональном уровне не отходила от своего ребёнка и постоянно говорила ему, что она знает лучше, что ему надо. И когда такая мама мне звонит, говорит, я хочу провести сыночка на терапию, он что-то на улицу перестал выходить, совсем-совсем нам плохо и так далее. Я говорю, а сколько ребёнку? 14-15, нет, почему? 34. Вот как-то это проблема. Ребёнок инвалид, человек инвалид уже. Потому что он в 34 года не может выходить без мамы. Он не может без мамы, в принципе, жить, потому что мама определяет всю его историю. И это вообще не про убеждение, это вообще не про когнитивную терапию в данном случае. Это исключительно про что? Это исключительно про пролом личностных границ и про инцест. Это изнасилование и отсутствие вообще права на идентификацию. Это очень жёстко. Это тема, о которой вам никто не расскажет из популярных блогеров на Ютьюбе, но кроме специалистов высокого уровня, которые, может быть, снимают, а я просто, может быть, не видел об этом. Но из тех, кого я знаю, вряд ли. Потому что скорее вам расскажут про панические атаки ВСД. Но не про личностные вот эти структуры, потому что там не убеждение. Там стоит то, что человек чувствует себя базисно, невозможно оторваться от матери, потому что мать везде изнасиловала его. С одной стороны, так вот, и это психика, которая делится на две части. С одной части это будет выглядеть как? Я хочу оторваться, например, от тебя, мама, и я хочу жить самостоятельно, потому что мне с тобой плохо, и ты меня насилуешь. А с другой стороны, как раз будут те самые убеждения, которые уже та самая мама вкладывала на уровне, когнитивном уровне. Это спекуляция виной. Например, как она себя будет чувствовать, например, и так далее. И прочие убеждения. И это будет выглядеть как? С одной стороны, я хочу жить самостоятельной жизнью и выбирать то, что я хочу. А с другой стороны, я хочу делать так, как надо маме, потому что она расстроится, обидится, умрёт или заболеет. Вот так выглядит один из внутренних конфликтов. Я сначала, я с одной стороны хочу быть собой, и хочу так, как я хочу, с тем, как я хочу. Нет, не хочу и не хочу. Ди-джи-о. Нет, ребята, не хочу, не хочу. Когда ты хочешь, не хочешь, это другое. А ты и хочешь быть собой, и хочешь понравиться маме. Это противоречивые тенденции, потому что, чтобы понравиться маме, тебе собой быть нельзя. Мама тебе говорит, как я хочу, как она хочет. А ты сам себе говоришь, я хочу, как я хочу, и хочу, как мама хочет. Потому что, если я сделаю, как я хочу, я буду плохим мальчиком. И она от меня отвернётся, и я останусь один. А если я сделаю, как мама хочет, я забью на себя. Все это поняли? Вот такая модель и выглядит в виде неврозов. Только под эту тему мы начинаем подставлять разные локализации, разные ситуации и убеждения. То есть, внутренний конфликт. Что это? Сейчас мы от невростынии уйдём пока, окей? Это всегда, с одной стороны, убеждение, которое говорил Альберт Эллис и Аронбек. А с другой стороны, это всегда более глубокая такая общая детско-невротическая поведенческая проблема или потребность. И вот этот момент, он самый-самый главный. Потому что просто работать над убеждениями, перекура не будет, извините, просто работать над убеждениями недостаточно. Конечно, это снимет определённый эмоциональный пласт, определённую сферу. Но я в своей работе всегда, да, потому что они, почему словом вылечить, потому что они ленивые. И я в своей работе всегда использую комплексный подход для того, чтобы дать людям понимать, давать понимать, что просто одна когнитивная терапия, она одна из сторон, то есть это один инструмент. Но есть ещё второй инструмент. Это тот аналитический подход, который должен понять и осознать человек. Поэтому, ещё раз, кто хочет учиться детально, у вас есть такая возможность. Но кто будет с моих записей, уже такой возможности со скидкой нету и просмотра первого занятия. А вот у трёхсот человек, там минус сто, кто из первого сезона, у двухсот человек такая возможность ещё есть. Поэтому имейте это в виду. Идём дальше. К внутренним конфликтам мы сейчас ещё вернёмся. Поехали про неврастению закончим. Как выглядит внутренний конфликт у неврастеника? Как я уже сказал, это всегда борьба противоречивых тенденций. С одной стороны, тенденции. Я докажу, что я лучше, я докажу, что я сильнее, я докажу, что я круче, я докажу, что я умнее, что все лавры жизни достанутся мне, грубо говоря. А с другой стороны, кто скажет, что возникает другой драйв? Давайте чуть-чуть мозгом пошевелим. Кто теперь представит примерно, как это выглядит? Практически не стоит, что я имею в виду. О, Эльвира прям молодец. Эльвира, а ты у меня с первого сезона, да? Прямо Эльвира прям в точку сразу. Сто процентов она моя зрительница или клиентка. Эльвир, сейчас работаю с вами. Ну, тогда всё понятно. Круто. Рад, что у меня очень клёвые ученики и слушатели. Поэтому приходите на второй сезон, записывайтесь, не пожалеете. В инфору дадите любому блогеру в интернете. Серьёзно я говорю. Эльвир, значит, правильно, молодец. И все остальные, смотрите. Подождите. Значит, как выглядит противоречие невростыника? С одной стороны, я из-за внутреннего комплекса неполноценности и основного вида невротического расстройства, связанного с мамой, с папой, с конкуренцией, с братьями, недолюбленностью в кавычках, хоть не люблю это слово, буду стараться доказать всем и себе, что я какой-то. А с другой стороны, физика и психика не вынесет такого пережатия. И тут он сделает ещё одну ошибку. Кто догадается? Какую вторую ошибку делает невростыник, забивая последний гвоздь в своё расстройство? С одной стороны, я хочу доказать из-за комплекса неполноценности, с третьей стороны, физика не выдерживает. Он пугает это потом. Теплее, теплее, теплее. Кто конкретнее скажет? Ну да. А детальней? Ну, молодцы. Около очень правильно. Он не даст себе права остановиться в этот момент. То есть, он не даст себе остановиться, потому что его убеждения и его внутренний комплекс не дадут ему сделать паузу. Поэтому ставим сейчас плюсики. Он начнёт пахать сильнее, верно? Он начнёт пахать сильней. Особенно, если Красиков сделает тренинг высокоэффективный, он начнёт пахать сильней. И добьёт себя. И может, оно к счастью. Да? Вот этот момент, он очень важный. Потому что... Вот плюсики сейчас только не... Нет, давайте так. Восклицательный знак. Те, кто ощутили на себе, что когда они влетели в невростеническое состояние... Стойте, подождите, не пишите. В одной стороной мозга говорили, надо взять паузу. Надо отдохнуть. Надо вот убрать ногу с педали газа. Улететь в Турцию. Просто на дачу. По лесочку походить. Но ваше убеждение, что сказали? Нет. Херач. Дальше. О! Вот они. Красавцы. Так вот. Глубокая тактическая история здесь заключается сначала в проработке вот этих вот осознаваний и паттернов поведения. То есть, невростеник может отдохнуть только тогда, когда его вперёд ногами вынесут. И выглядит это так. Примерно так. Сан Саныч, вы знаете, я сегодня не смогу прийти на работу, потому что я в реанимации. Я постараюсь быть утром. Спасибо. Да. Ну да, я при смерти, но я надеюсь, что я утром поправлюсь. Хорошо. Да, 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 конечно. В семь совещаний я буду, да. Но сейчас мне дефибрилляцию сделают. Вот там адреналинчик колет. Я если вы... Ну, если я умру, там вам напишут, что надо сделать. Хорошо? Ага, спасибо. То есть, это примерно вот так будет выглядеть. Понимаете? И эти люди износят себя в хламину. Они износят себя в хламину, эти люди. Поэтому этот момент, он очень важный. Очень важный и такой, ну, очень серьёзный. Все поняли? То есть, что такое? Они сгорают. Это профессиональные люди, которые переутомляются. Это всё будет раскачиваться, расталкиваться. И, в общем, будет всё проблема. Проблема будет серьёзная. Даже не только трогоголизм. А сколько вот эта зависть, ревность, комплекс, он будет расшатывать психику так, что она просто надломится. Она надломится, и человек уже ничего сделать к нему не сможет. Он просто будет очень сильно дисфункционален. Вот так примерно выглядит один из видов расстройств. Поняли примерно, да? Как это, что за этим стоит? Делать что? Ещё раз. Давайте расскажу. Сейчас, подождите, я выключу. Первое. Это осознать, что есть такой вид или ещё что-то. И второе. Это изучить когнитивно-поеденческую терапию детально. И преломить когнитивно-поеденческую терапию и аналитический подход, связанный с детством мамы, папы и осознанностью, то, что там произошло, к определённым обстоятельствам жизни и конкретно решать с точки зрения когнитивно-поеденческой терапии, каждую жизненную ситуацию прописывать, прорабатывать, проделывать. Это то, чем мы заниматься с ребятами будем на первом сезоне. Сейчас они изучат когнитивную терапию. Потом мы с ними пройдёмся по внутренним конфликтам. Я им буду рассказывать конкретные примеры. С МЭР туда же, да. И мы будем с ними учиться работать как с точки зрения когнитивной терапии, так и аналитической терапии. Сочетать когнитивно-аналитическую терапию вместе. Вот, собственно говоря, так и будет вся эта история выглядеть. Окей? Прекрасно. Идём дальше. Будут ли вопросы, уточняющие, только по неврастении? Или не будут? Будут ли вопросы только по неврастении? Методы работы с неврастенией. Когнитивно-поведенческая, когнитивно-аналитическая терапия. А методы – это методы. С амбициями, Эльвир, здесь мы имеем… Я понимаю, о чём вы спрашиваете. Чтобы неврастеник остановился, надо, чтобы он осознал, кому и что он пытается доказать. Второе. Надо, чтобы неврастеник понял, что это его убивает. Третье. Надо, чтобы он понял, а почему для него это так важно и так болезненно. Четвёртое. Надо, чтобы он поменял своё отношение в системе убеждений, ценностей. И пятое, что самое важное, надо, чтобы он это практиковал. Потому что даже если неврастеник сделает первые четыре шага, вот замечаете, может быть, это? Первые четыре шага. Он всё равно… Что начнёт делать? Он всё равно начнёт по старым граблям идти. То есть, я знаю таких людей, которые понимают суть их расстройства, которые прекрасно всё это знают, но они постоянно изо дня в день всё равно одно и то же начинают крутить. И вот внутренняя самодисциплина, работа над собой и будет являться основным фактором. Потому что, когда человек говорит, я всё знаю, я всё умею, я выздоровел, но при этом вытворяет такие вещи, полностью уверяя себя и всех остальных, что он нормальный, здоровый и так далее и тому подобное, вот это большая проблема. Потому что даже я себя не могу назвать нормальным, понимаете? Но здесь вопрос такой, специфический. Ясно примерно про основное расстройство неврастении хотя бы в близком приближении, так скажем. Я думаю, что такого близкого приближения вы ещё не знаете. Идём дальше, потому что ещё много. Идём дальше. Молодцы. Но любая терапия любого расстройства – это сочетание когнитивной техники и аналитической техники. От того, что вы уже поняли, вам уже станет в голове хотя бы понятно, что и что у меня происходит. Вы хотя бы перестанете вестись на вот эту левую историю про паническую атаку и ВСД. Конечно, это важно устранить. Но не пествая, иначе получится яма. Иначе получится вот эта наша с вами фигня. Потому что неврастению, истерию и ОКР никто не уберёт, если даже вы испытаете эйфорию работы с симптоматикой. Значит, ещё такой нюанс по поводу неврастении. Тут надо отдать должное очень важному аспекту, что поскольку неврастыник, он очень сильно пережимает педаль газа, и пережимает педаль газа настолько сильно, что ему очень-очень важно, неврастынику, что сделать, догадаетесь? Я чат сейчас разблокирую. Что ещё важно для именно неврастыника? Как вам кажется? Какие версии? Версии, пожалуйста. Результат? Нет. Но одобрение, конечно, потому что неврастыник будет бегать за одобрением. Ему постоянно будут нужны что? Ему постоянно будут нужны истории про то, что он какой. Что неврастыника должны все хвалить. Да? Это история про что? Я какой? Я хороший. Я хороший. Я умный. Конечно, ему надо хвалить. Но проблема в том, что это не решит вопрос. Сейчас, ребята, одну секундочку. Что ещё? Забыться? Забыться? Нет. Нет-нет-нет-нет-нет. Ну, давайте пошли чуть-чуть по-другому. Но представьте себе человека, находящегося в тяжёлом переутомлении. Представили? Представили? Ну, представьте себе. Человека в тяжёлом переутомлении, потому что он своим комплексом себя убил. Он не может взять паузу. Молодец. Первое. Научить его брать паузу. И тут очень важно правильно питаться. Тут очень важно правильно кушать. И очень важно наладить режим труда, отдыха, сна и питание. Приём углеводов, приём белков, жиров, всех нутриентов, витаминов, воды и так далее. Потому что неврастыник теряет глюкозу очень стремительно. И неврастыник – это человек, который постоянно находится на режиме кикдаун. То есть, это режим, когда вы используете форсаж двигателя. Соответственно, головной мозг потребляет глюкозы до 80%. Соответственно, вы должны понимать, что прежде чем неврастыника выводить из состояния невроза, вы должны дать ему понять, что он будет вторично себя чувствовать плохо. Потому что неврастыник, как правило, кушает не очень хорошо. Особенно, если у неврастыника актуализировалась тревога за здоровье. Можете представить? Он… Вот просто подождите, стойте, стойте, стойте. Подождите внимательно. Неврастыник, представляете себе, и так жмёт на педаль газа, чтобы доказать, что его член не хуже, чем у Красикова Алексея. Можете себе представить, что он при этом ещё начинает испытывать страх за здоровье, страх за это, страх за то. И он перестаёт кушать регулярно, он перестаёт… У него кишечник не усваивает. Вот. И у него начинается сильное астеническое состояние, потому что уровень глюкозы у него в этом состоянии начинает падать. И он… Почему падает? Потому что мозг расходует огромное количество энергии на тревогу, на мысли, на стремление, на амбиции. А он не ест углеводы. И у него начинает сахар постоянно занижаться. А кто-нибудь… Кто-нибудь испытывал состояние упавшего сахара в крови? Как это выглядит? И очень часто наши пациенты на самом деле испытывают состояние, называя это панической атакой, называя это приступом, на самом деле вы испытываете гипогликемию. То есть вы испытываете низкий уровень сахара, заниженный собственной тревогой, потому что у вас углеводов длинных в организме нет. Шоколадку – да. Поэтому очень важно… Конечно, это не причина панических атак. Конечно, это не причина неврозов. Все, надеюсь, это поняли. А то сейчас скажут, что Красиков сказал, что причина панических атак – это сахар. Нет. На этапе терапии очень важно правильно и регулярно питаться дробно, маленькими порциями, несколько, 5-6 раз в день, чтобы сбалансировать поступление углеводов в организм так, чтобы сахар не прыгал ниже, потому что иначе тревожный пациент будет постоянно терять уровень глюкозы, и он будет вот такой вот. И иногда в пот, в жар, головокружение, чувство, что он потеряет сознание, только потому, что у него от сильной тревоги и от того, что он не ест, просто занижается сахар. Поэтому обязательно регулярное питание параллельно с психотерапией важно. И ещё очень важно приём воды, потому что вы во время тревоги потеете. Вегетатика, симпатика, парасимпатика работает на полную. Вы потеете. Подмыхи, там, ноги, стопни, вода испаряется. Любое обезвоживание будет также проявляться, как головокружением, слабостью, потерей настроения. Поэтому вы должны очень важно отнестись к правильному питанию и к правильному количеству воды. Всем понятно? Ну, я, конечно, всех вас напугал по поводу еды и по поводу сахара. Но я вам говорю физиологическую правду. Если вы напугались, это ваши проблемы. Моя задача сказать вам, что надо делать и почему всё происходит. Вы можете пугаться, можете не пугаться. Соответственно, не надо с собой таскать продукты и таскать с собой какую-то проблему, что у вас упадёт сахар. У вас ничего не падает, в обмороке не падаете. Просто я объясняю. Падаете логическую причину вашего состояния. Что вот эта вся хрень, головокружение, слабость, пот и так далее часто сопровождается вам потому, что у вас занижается сахар и вы находитесь в состоянии дегидрации. То есть, вы обезбожены. Начните потреблять правильное количество углеводов дробно, большими частями и правильное количество воды. Носите с собой бутылочку с водичкой. Носите с собой, например... Помните, в 2011 году я говорил, что конфетки холст помогают? Кстати, никогда не задумывались, почему валидол помогает при тревоге. Вот вы молодцы. А задумайтесь. У меня тут есть один пассажир, который кричал, что сахар, сахар, уже не сахар. Вот ты потому, что в медицине ничего не понимаешь. Потому что валидол – это глюкоза и валерьяна с мятой. Почему глюкоза, а не резина, не хлеб? Потому что во время тревожного расстройства уровень сахара падает у людей. Это правда и это медицинский факт. Поэтому очень важно многим помогает старый только. Помните, почему, кстати, не помогает многим новый валидол? У меня тут клиентка сфоткала. Есть новый валидол, какой? Видели? Он такой в шариках, в капсулах. Она говорит, я не могу понять, почему он мне не помогает. Потому что там концентрат мяты и валерьяны. Но там нету вот этого кусочка сахара, на который капали мяту с валерьяны. Поняли, в чём прикол? Да. Вот и всё. Поэтому, когда многие наши клиенты начинали сосать, простите, валидол, им действительно становилось гораздо лучше. Или сладкие конфеты, вспоминайте. Потому что уровень вашего сахара поднимается, и вас не так вот шатает, и не так вам тяжело. Это медицина, которую надо знать, если вы хотите разбираться в неврозах. Поэтому, но это не означает... Там много нюансов по поводу диабета, в том числе, конечно. Но это не означает, что сахар, еда и вода – это причины панических атак. Так, надеюсь, не будет таких странных людей. И седативное действие валерьяны и мяты, в том числе, конечно же, основное. Сладкий чай, холст чёрный, потому что мятный. Мне лично... Я использовал чёрный холст когда-то, когда у меня были в шестом году эти проблемы. Сахар не падает, ты в состоянии, и преломляешь упражнения для панической атаки, и преломляешь упражнения всей остальной. Конечно, у меня есть клиенты, которые вообще никакие конфеты не сосали, но я вам рассказываю физиологию. Поэтому для невростыников очень важно, и вообще для невротиков очень важно, уделить правильное внимание питанию и воде. Когда они будут выходить из группов в своей терапии. Далее пишу. Углеводы желательно длинные. Да, это бурый рис, это гречка, это макароны, это хлеб грубого помола. То есть, длинные углеводы, которые можно поклевать не так много. Овсянка, да. Но только так, чтобы их нахватало на 3 часа. Небольшую порцию рисика съела с мяском там и пошла. Да, обязательно перед упражнениями на улице, если у вас паника или вегетатика сильная, обязательно не делайте никогда это на голодный желудок. Очень многие мои пациенты, у которых актуализировалась проблема, они не хотят завтракать, естественно. Да, они не хотят есть. И они на голодный желудок едут на улицу, и там они жмут на педаль газа своей тревогой. А что такое на голодный желудок нажать на тревогу? Вы можете представить с точки зрения медицины? Вот у нас есть два медика. Мои клиенты хорошие. Они вам могут рассказать, что такое ктощак, и что такое натощак испытать тревогу. Особенно, если вы с утра лица выпили чашечку кофе натощак, а потом поехали и испытываете тревогу, потому что вам кажется, что с вами что-то произойдёт. Что происходит с вашим сахаром? Откуда вашему организму брать углеводы на проживание паники и тревоги? Конечно, он берёт их из ресурса. Мозг из ресурса тела. И у вас начинается вот это состояние. Всё очень понятно. Темнеет в глазах, конечно же. Поэтому очень пристальное внимание вы должны выделить правильному питанию. Дробно, но кушать. Хотите, не хотите, кушать надо. С алкоголем не нужно, вам алкоголь будет мешать только. Идём дальше. А то, ну, понятно, вот я пытаюсь до вас донести тактики-стратегии. Это одна из тактик, между прочим, про еду-то, про воду. Чтобы вам стало лучше. Кофе на период терапии я бы исключил, потому что лишняя тахикардия от кофеина вам не нужна, а вы и так себе тахикардию запустите своими страхами. Я бы концентрировался на гречке, на рисе, на картофеле, на каких-то тостах. То есть, на сложных углеводах. Человек в сильной тревоге, скорее всего, будет худеть, чем набирать. Поэтому дополнительный колораж питания не сможет набрать большую массу. И наоборот, скорее, это вам нужно. То есть, вы худеете в тревоге. Почему? Но ещё раз медицину надо понимать. Общий расход калорий потраченных у вас гораздо больше, чем калории получаемые. Поэтому вы худеете в неврозе, потому что вы испытываете дефицит. Дефицит пережигается из подкожного жира. Если кто-то в неврозах набрал, такое тоже бывает, например, когда девочка заедать начинает. Она просто ест такое количество калорий, что они, естественно, откладываются. Потому что тревога там не такая выраженная, как в паническом расстройстве, например. Или в депрессии. Просто человек ест, чтобы заедать внутренний стресс. Внутренний стресс по поводу самооценки, по поводу успеха. Она заедает, 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 заедает. И, конечно, она увеличивается. Потому что у неё не тратятся калории на проживание паники, на проживание страха, на проживание этого и так далее. Есть люди, которые набирают, используя антидепрессанты. Потому что они резко уменьшают внутреннюю биологическую тревожность. Понятно? И немножечко активизируют другие функции организма. Человек начинает даже кушать. И, наоборот, набирает. Поэтому на антидепрессантах всё время личико такое хорошее. Часто. Но не всегда. Идём дальше. Всё понятно? Спорт обязательно. Но сейчас не об этом. Следующий вид неврозов, который сталкиваюсь я в своём кабинете и мировая практика. Это обсессивно-психостенический вид неврозов. Он очень популярный в моём кабинете и в кабинете моих коллег, кто занимается терапией. А не рассказом о ВСД и панической атаке. Конечно же. Обсессивно-психостенический вид неврозов. Это вид неврозов, когда человек... Вот я вам сегодня об этом показывал. Показываю вам детали моего рабочего стола. Подарили. Заслуги перед отечеством. Практически. Это вот те самые люди, которые являются нормативными. Нормативными это что такое? Это достаточно сжатыми. Это ОКР. Обсессивно-психостенический вид невроза – это ОКР, кому интересно. ОКР – это обсессивно-компульсивное расстройство. Но я говорю более глубоко, более научно. Обсессивно-психостенический. В чём прикол? В чём... Давайте сначала... Чем локализован... Чем локализована эта проблема? Эта проблема локализована тем... Помните, вот душа, голова, сердце? Как выглядит внутренний конфликт в расстройстве у невростыника? Во-первых, проявляется точно так же. Вегетативно, иногда паниками, если он испугается. Варфобии, ипохондрии, множеством фобии за здоровье, множеством ритуалов проверки пульса. Поэтому кардиофобия – это какой вид невроза? Очень интересно. Я тут задавал одному умнику вопрос. Слушай, какой вид невроза кардиофобия? Паническое расстройство. Конечно. Молодец. А вид невроза какой? Это ОКР. Как ОКР? ОКР – это же ритуал. Серьёзно? А проверка пульса и давления – это не ритуал? А, ну да, ну это же фобия. Так какая разница? ОКР – это структура психики. А вот проверка пульса и проверка давления – это компульсия. И это фобия кардиофобия в структуре обсессивно-психостенического невроза. Идём дальше. Запись будет, но подарки будут только тем, кто онлайн. То есть, 300 человек только могут получить скидку и просмотр бесплатного видео. Потому что это видео будет выложено в YouTube через сутки. Вы монополисты. И я уберу скидку и просмотр первого видео через сутки. Имейте это в виду. Поэтому, что такое обсессивно-психостеническая проблема? С одной стороны пишем. Это детская. Но если вы здесь, получите, конечно. В чём проблема? Я же вам показал. Ещё раз вам показать. Вот сайт. Заходите и смотрите первый урок. Используете скидку на приобретение второго сезона. Десять занятий. Буду вас... Не хочу ругаться, но мучить конкретно. Вот ребята хапанули. С первого сезона уже две... Это самое... Две... Как его? Два урока. Они уже... Поняли, куда они попали. Вот и всё. Всё как обычно. Окей. Идём дальше. Значит, что же такое обсессивно-психостеническая проблема? Проблема заключается в том, что с одной стороны... Что у человека? Ребята. С одной стороны... У человека... Какая история? Я должна или должен... Быть правильным... И нормативным... То бишь, не расстроить маму... Не показаться плохим... То есть, это история убеждений. Требований к себе. Я должна быть правильной. Если подумают, что я плохая, это ужасно. Я должна быть такой. Я должна быть сякой. Только вот правильно. Никто не должен подумать ничего. И так далее. А кто догадается, что с другой стороны у этого внутреннего противоречия... То есть, с одной стороны убеждений, бложествования, катастрофизации... Это всё, о чём нам говорит ассоциация когнитивно-панической терапии... И Альберт Элес Аренбек. Это всё правильно и здорово. Верно, милочка. Хочу быть такой, какая есть. Мила, а вы моя клиентка или слушатель первого курса, первого сезона? Просто мне интересно. Инстинкты. Штольц. Круто. Я, Штольц, немец. Вы слушатель. Хороший у меня слушатель. Штольц, вы изучали Фройда про инстинкты? Инстинкт – это очень правильно. Просто это очень здорово. И клиентка – здорово. Действительно, с одной стороны это убеждения. Аренбека, Альберт Элеса, так называемые. Навязанные этому ребёнку. Слушатель первого сезона. Клёво. Рад. Вам нравится? Как вам первый сезон, Галина? Страх аллергии помогите, пожалуйста. Пипец. Кто о чём о вшивой обании? Я пытаюсь рассказать важные вещи. На всё страх аллергии помогите, пожалуйста. Первый сезон супер. Спасибо. Ребят, приходите на второй. Реально, я очень стараюсь. И с каждым занятием всё круто, и всё буду жёстче и жёстче, ребят, прокачивать. Будет действительно интересно. И это не про паническую атаку, поверьте. Там будет такое, что сжатается МГУ. Окей. Второй сезон будет отличаться сильно. Там будет с каждым новым занятием я буду в каждом сезоне добавлять очень много важных тем. Что-то лишнее убирать, что-то новое добавлять, новое добавлять, новое добавлять. Поэтому каждый сезон будет иметь что-то новое. Но структура будет та же. Плюс я каждый сезон смогу каждому человеку ответить. Я же там могу общаться с каждым, с кем захочу, отвечать локально на вопросы. Кто купил дип-пакет, там ещё скайп-консультация входит. Имейте это в виду. Ну, прочитайте всё. И в WhatsApp-чат входит. То есть... Окей, идём дальше. Так что же со второй стороны у ОКРщика? Это желание быть собой. То есть, с одной стороны ОКРщик говорит, Я хочу быть собой, быть какой девочкой? Быть более свободной, более сексуальной, более раскованной. Хочу попробовать это, и это, и так, и так. А с другой стороны, не хочу, потому что я за это буду грязный, я за это буду постыдный. Поэтому в ОКР очень часто мы видим ритуалы чистоты, страх загрязнения, желание вымыть руки, желание очиститься, страх фекалий, страх грязноты. Почему? Потому что всё это метафора порочности, всё это метафора загрязнения, морального загрязнения. Я боюсь быть плохой. Потому что если там навязчивые мысли, вдруг я сделаю кому-то, ребят, ну только я не ругаюсь, я вам объясню, это медицина. А вдруг я кому-то сделала, как это, медицинский. И давайте так, прямо не буду, вдруг дети смотрят. А вдруг я с кем-то вступила в половую связь оральным способом и не отследила это. Так, всем понятно, что я имею в виду? Я пытаюсь просто корректно это объяснять. Какие бывают обсессии? Не совсем, Алексей, понятно. В юрилете понятно? Хорошо. А вдруг я не уследила, да, и что-то сделала? Вдруг я этого хочу? То есть, вся эта история, эта история исключительно нормативная. Понятно? Вдруг я сойду с ума, и я буду за это плохой и подведу родственников. Вдруг я возьму ножи, я буду плохой и подведу родственников. А вдруг... То есть, это огромное напряжение за выход за некие условные рамки. А желание быть собой связано не с убийством и не с тем, что что-то сделать. А желание быть собой, это чуть-чуть раньше стоит. Потому что этого ребенка воспитывали вот так. Забей на себя, делай как правильно. Вот так. Согласны? Поставьте плюсик, кто из себя сейчас помнит. Забей на свои потребности, делай так, как мама сказала. Делай так, как людям хочется. Делай так, как общество, потому что что-то тебе подумают. Мам, я хочу идти заниматься флористикой. Какая флористика? Ты что, с дуба рухнула? Что, дура совсем? Иди математиком будь. Математики хорошие ребята. Вон папа у нас какой молодец. Мам, ну мне нравятся цветы. Я хочу... Мне это классно. Я хочу магазин свой. Ты что, совсем с дуба рухнула? Какой магазин тебе? Ты что, дура? Ну-ка, в институтах нормальные люди. Мам, мне понравился парень. Можно мы пойдем в кино? Какое кино? Тебе 19 лет еще. Вон иди за уроки садь. То есть все. Начинается такая жесть, что девушка в принципе забывает, что такое быть собой. Что такое мое право на идентификацию? Что такое мое право на самоактуализацию? Мое право на себя. Ну и там папы тоже подключаются. Кто тебя замуж возьмет? Ой, кто на тебя женится? Кому ты нужна будешь такая? Ты у меня тупенькая, ты у меня глупенькая. Вон варька из соседнего подъезда нормальная, а у тебя не пришей рукав ни к чему. Посмотри на себя. Ты кончишь на трассе. Ну и так далее. Пойдешь дворы мести. Это любимая история. Конечно. Если у тебя не будет пятерок, будешь мести дворы. Поэтому ты будешь у меня учиться на отлично. Потом этот папа мне звонит и говорит, вы знаете, у меня что-то дочка волосы вырывать начала. Почти лысая стала. Вы не знаете, что с ней? Угадайте, что с ней. Угадайте, что с этой девочкой, которая вырывает волосы перед ЕГЭ в 11 классе. Эта девочка вырывает волосы, потому что у нее нет права на ошибку. Потому что папа, так, простите, я уже не могу, задрачил ей голову. Ты должна быть правильной. Ты должна быть правильной. Папа любит правильных. Папа любит умных. Папа любит пятерышниц. Конечно, она настолько напряжена, что по-другому она не может. И выдергивание волос, как болевой эпизод, переключает ее напряжение. И она говорит, я хотя бы вот так вот переключусь, потому что по-другому ее заклинило уже. Понимаете? Вот этот момент очень важный. Кусание губ, причинение себе боли и так далее. Это все и есть те самые расстройства, которые стоят за вашей первичной вегетатикой, паникой и так далее. Это не больные люди. Это просто люди, которых воспитывали не очень здоровые родители. Это люди, которым надо помогать. Эти люди, Саш, не больные. Они не виноваты. Девочка, которая родилась, ее дрочат, простите, нормативами в детстве, не виновата в этом. Ни один мой клиент не виноват в тех убеждениях и в том поведении, которое с ними произошло. Ни одна моя клиентка не виновата в том инцесте, который учудил там папа или брат или мама. Мои клиенты в этом не виноваты. Ребенок родился нормальным. И он не виноват в том, что из него его искалечили поведением определенным родители, которые думали, что все нормально, просто ребенок посидит пять часов дома один. Все хорошо. Ну, просто ничего страшного. Он же поймет в шесть лет, что мы на работу уходим. Конечно. А еще лучше, ребенок поймет, что мама, папа работают, поэтому ребенка отдадут бабушке первые четыре года жизни. А потом мы ему объясним, что мама с папой работали. Потом удивитесь, что у этого ребенка странное какое-то поведение и странное самочувствие в жизни. Что он нахер никому не нужен в этом мире. Понимаете? Поэтому за всеми вашими вегетатиками, паниками и прочими вещами стоят расстройства, в которых вы не виноваты. Но! Ребята! Вот сейчас очень внимательно. Но вы виноваты в чем? Кто догадается? Кто напишет сейчас, в чем вы виноваты? Если вы не виноваты в том, как это сформировалось, но вы же в чем-то все-таки должны быть виноваты. Да, молодцы. Вы виноваты в том, что вы сегодня, вот 26 марта, условно говоря, продолжаете вести себя бессознательно, неосознанно, по старым граблям, ожидая нового результата. Вот в чем вы виноваты. И ваша ответственность не в том, чтобы винить родителей, которые создали определенные условия для прорастания проблемы. А ваша задача – работать над собой ежедневно, чтобы справиться с тем, что есть, и изменить на лучшее. Вот какая ваша задача. Понятно? Так вот, что же делать с ОКР? По поводу обсессивно-психоэстенического момента. Это очень популярный вид невротического расстройства, за которым стоит вегетатика, паника и так далее. Сейчас, ребята, я пока выключу, а то я чувствую, вы разогрелись, вас понесло. Стратегия-тактика. Сложно работать с такими видами расстройств не потому, что они-то не лечатся, а потому, что надо очень грамотно объяснять и сложно этим людям изначально заходить в голову. Поэтому на моем тренинге я буду и стараюсь вот так вот по-разному заходить в головы этим людям, потому что их вот эта вот нормативность, она играет с ними настолько злую шутку, что сейчас я тебя чат разблокировал, кто знаком с этим, поставьте плюсик, что когда они начинают изучать когнитивную терапию, у них первый блок, который встает, да подождите, плюсик, еще вопрос не услышали, первый блок, который встает у этих людей в голове, это история про то, что если я, догадаетесь о чем я, что если я стану мыслить рационально, то я буду пофигистом. Нет. Я буду пофигистом, я буду плохим, меня пытаются испортить, я же вообще потеряю тогда берега, и как меня понесет голый с труселями на Красной площади, э-э-э-эй, я выздоровела, да, вот такая у них возникает история, понимаете, про то, что все, если сейчас я начну рационально мыслить, меня аж потащит на члены, примиряться, и так далее. И вот этот нормативный страх у нее начинает блокировать понимание некоторых рациональных вещей, что когнитивная терапия не говорит «иди, трусами маши», а это очень четкая такая рациональная позиция некой середины, да, где мы должны из вот этого сделать, ну, просто пошире. Мы же не говорим, что мы должны сломать это все в берега вообще, да, и пуститься во все тяжкие. Нет. Какие-то нормы, закон обязательно с одной стороны, а с другой стороны некоторое четкое понимание определенных вещей. но все-таки это не вот так, что можно, что нельзя. 30-70, совершенно верно, абсолютно, а не 100 или 0. Терапия. Что здесь важно, чтобы человек осознал в ходе терапии работать над собой, неважно, на тренинге он у меня занимается, со мной или еще с кем-то. Первое. Здесь очень важно понять структуру воспитания ребенка, чтобы этот человек осознал собственную нормативность и осознал вот эти нормативы и как они создавались и желательно подетальней. Затем он должен, второе, затем он должен увидеть, как эти нормативные формы мышления он применяет непосредственно каждый день в своей жизни. Третье. Он должен осознать, а какие еще внутренние потребности он хочет. Ведь нормативы – это ограничения. А хочешь ты чего? Ведь ты боишься быть плохим для окружающих, ты боишься не сделать, как хочет мама, а хочешь ты чего? И вот здесь очень важно понять, что ты хочешь сам. И вот это тоже очень важный мыслительный процесс. Я хочу, например, переехать от мамы, я хочу, чтобы она мне не звонила, я хочу сделать так-то, выбрать то-то, сделать то-то. А потом следующий вопрос, а почему ты не можешь? Потому что я боюсь. Боюсь чего? Боюсь того, как мама к этому отнесется. Или боюсь того, как отнесутся к этому окружающему. Ирина говорит, секса хочу. Отлично. Что является препятствием? Препятствием является страх. Страх какой? Страх осуждения себя, что я за это плохая, например, или страх, что я не понравлюсь, или страх, что я от этого буду какой-то грязный и порочный, или страх, что меня под... Ну и так далее, и тому подобное. Да? Вот этот момент очень важный. Часто ОКР в моем кабинете, знаете, как выглядит, когда женщина... Догадайтесь, о чем я. Вообще нравится сегодняшний вебинар? Заходит хорошо? Нормалек? Интересно? Клево. Но я обещал, что это не про паническую атаку с ВСД. Очень часто в кабинете консультанта, психотерапевта женское ОКР такое, да? Или мужское. И мужское, и женское. Сейчас объясню. Очень часто бывает так, что девочка или мужчина, он нормативен, да? Но никогда не страдал с симптомами ОКР, ритуалов, каких-то фобий и так далее. Догадайтесь, что может произойти. Ничего лишнего не пишите. Что может произойти в жизни женщины или мужчины, что он резко уйдет в ритуалы? Катя, умничка. Да. Почти. Измена. Этот человек может почувствовать половое влечение. Этот человек может вступить в половую связь где-нибудь на корпоративе под елкой с главным бухгалтером. А этот человек может просто захотеть передумать, вступить в связь и так далее. Но он своей нормативностью как это сам оценит? Он оценит это, что я какой или какая. Если женщина вступила в связь потому, что ее муж что? Какая женщина вообще вступает в половой связь в браке? Вам рассказать? Там есть два очень простых механизма. Женщина вступает в половой связь в браке, когда ее муж перестает уделять ей внимание и не дает ей больше эмоций внимания, заботы и так далее. Или когда муж вхалтурит в сексуальном смысле под названием 30 секунд я отвернусь и захраплю к стенке. А если это и первое, и второе, то женщина биологически говорит, слушайте, что мне делать? А теперь представьте себе, что это происходит. Когда этот мужчина перестает уделять внимание своей женщине со словами «Ты же моя жена? Нахрена тебе писать хорошего дня? Ты же моя жена? Зачем тебе желать приятного аппетита? Ты же моя жена? Потерпишь?» Она испытывает моральный голод и она начинает в социальной сети кого-то вообще там с кем-то переписываться, чтобы хотя бы зацепить как-то эмоционально себя. Если это тело под названием муж еще не может трахнуть свою жену нормально, как положено в первую брачную ночь, хотя бы, то у нее возникает резонный внутренний момент. Внимания не уделяют, эмоций нету, секса нормального нету, а биология работает, потребности работают. И это наталкивается на что? Догадаетесь? На нормативы. Поняли, да, теперь, как это выглядит? И вот тут возникает самое забавное, что физиологически муж делает все, чтобы она пошла налево. Вроде как энергичный бездельник тоже в социальной сети ВКонтакте или в Одноклассниках есть. Но я не могу себе позволить, потому что я не должна, иначе я плохая. И вот тут сталкивается горячий и холодный воздух и начинается по полной программе. Либо она все-таки вступила в половую связь и пошла мыться, 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 что-то со мной. Либо она хочет, но боится. Либо она не хочет, но осуждает. Поняли, как это выглядит? То есть очень часто в ОКР стручаются именно такие виды историй. А изначально ко мне пришла женщина и говорит Алексей, здравствуйте. У меня панические атаки, тахикардия комборда. Вот изначально это кажется так. И горе рассказчики скажут, а, ну все понятно, у вас ВСД с паническими атаками, вот вам курс панических атак, будьте счастливы. Он говорит, серьезно? Какая прелесть. Посмотрел так внимательно, говорит, ну да, классно, хорошо, но что-то как-то проблема-то не решилась, конечно, не решилась, потому что никто не трогал эту ситуацию, вообще никто не трогал еще всю эту вещь. Понятно? Что авиатор? А, с Ди Каприо? Да, я понял. Да, есть такой фильм, там хорошо показано, там немножечко все-таки показано в авиаторе чуть-чуть уже за грань обычного ОКР, имейте это в виду, потому что там все-таки больше уже в патологию пошла история, не то, чтобы она пошла, она такая и была, а то, что там ритуалы мытья рук, это схоже с ОКР, но ОКРщики не так моют руки, ОКРщики все-таки немножечко другие ребята, там психоз, я с Дмитрием соглашусь, и там не неврозик, где девочка не может принять решение, с кем ей потрахаться, понимаете? Дима Козырев абсолютно прав, это психоз, в авиаторе показан не ОКР, хотя многие паблики говорят, ОКР авиатор, но это те люди, которые не очень понимают психиатрии и вообще психотерапии, окей, идем дальше, значит, что делаем по поводу ОКРщиков, да, и по поводу таких вот вещей, а, а, сейчас я учатся отру, значит, истерию успеем, конечно, у нас еще полчаса, значит, тут суть заключается в чем, стратегия коррекции ОКР, оно многофакторное, все зависит от того, какие находятся ритуалы, или есть ли обсессии в структуре, если есть страх сойти с ума, если есть страхи, вот эти все, мычьи спускания, потерять контроль, сойти с ума, причинить кому-то вред, сначала надо объяснить человеку патоэтиологическую причину этих страхов, что это на самом деле проблема из того, что у нас вырастает из нормативности, и об этом давайте, что детализировано в вебинаре по ОКР, но суть заключается в том, что это преломление нормативности, второе, клиент должен четко осознать, как его детство создало такую нормативность, и что он боится в этой нормативности, третье, с помощью когнитивной терапии, когнитивной терапии, мы должны четко сформулировать костяк убеждений ОКР-щика этого клиента, да, то есть, костяк убеждений, за что он плохой, за что он хороший, четвертое, каждый из этих убеждений надо проработать с точки зрения когнитивной терапии на практике непосредственно день за днем. И параллельно очень важно изменять терапию среды, то есть, отношения мамы и папы. Я очень часто привлекаю в терапию семью, например, если мы с клиенткой или с клиентом понимаем, я могу привлечь какого-то родителя, или я могу привлечь жену и мужа, потому что очень часто хороший результат в терапии на моей практике и мировой практике возникает тогда, когда мы привлекаем в терапию мужа или жену или родителя и как бы вовлекаем в общий терапевтический процесс этих людей, потому что возникает очень правильная динамика, да, и это очень хорошие результаты возникают. Вот, поэтому здесь, если это симбиотическая связь и мама нормативная и дочка, то я сто процентов попрошу маму начать со мной взаимодействовать. Не обвиняю маму, что она скотина конченная, которая дочь искалечила, а объясняю, что мне надо помочь, чтобы вы мне помогли, да, чтобы ваша дочь стала меньше за вас переживать и так далее, чтобы она, ну, грамотно ей нужно объяснить, чтобы она помогла снимать вот эту нормативность дочери. Хорошо, молодец. Поэтому вот этот инициатива диалога с мамами, с папами, с мужьями это одна из важнейших особенностей моей терапии с клиентами. Обвинять никого вообще там не стоит, там некого обвинять, никто там не виноват, они воспитывали как могли, да, и вопрос в том, что зачем поднимать ворошить прошлое, надо работать с тем, что есть сегодня. Не нужно, конечно. Окей? Окей. Идем дальше, значит, что еще в ОКР мы должны сделать? психоз это не всегда глюки, у психоза очень много дифференциальной диагностики, галлюцинации, причем они бывают же еще разные, да, это не только, это не единственный симптом, но сейчас не об этом. так вот, суть заключается в чем? В том, что что еще можно вам порекомендовать в общей стратегии тактики по обсессивно-психоэстеническому подходу? Это то, что вы должны прежде всего затачиваться на нормативность. То есть, фактически один из профессоров, с которым мы обсуждали тему ОКР когда-то, он, в принципе, сказал такую очень правильную фразу. Он говорит, по большому счету тебе надо будет прийти к тому, чтобы ты их чуть-чуть испортил. Ну, он уже такой старенький профессор, да, он так за словом в карман не полез, но по большому счету он прав. То есть, это немножечко дать клиентам внутреннего такого ресурса, чтобы они стали гораздо более гибче, проще, раскованнее. тогда они идеальными, конечно, тогда они начнут поправляться. Но вот растопить этот лёд, как сейчас модно говорить, бывает очень сложно. Потому что они же всю жизнь зубами, как мартышки в банан вцепились в свои убеждения, понимаете? Вот. И очень сложно, особенно если там ещё приукрашено это всё религиозными наказаниями, бывает сложно. Да? Поэтому стратегия, тактика понятна. Это аналитическая часть. Что за нормативность и откуда она мне навязана? Вторая часть это когнитивная практика, а действительно ли? И обязательно, ребят, секрет один очень важный, кто его помнит? в ОКР. Это поведение. То есть новый навык у ОКРщика не будет крепиться без отточенного нового поведения. Только новое поведение, закрепляющее, например, новый мыслительный процесс, новая форма поведения, закрепили, повторили. Новая форма мышления, новая форма поведения. То есть если у меня клиент СОКР говорит, да, я понимаю, что если я лягу на полу в общественном месте и кто-то подумает обо мне плохо, нету в этом никакой проблемы. И пока он у меня семь раз это не отработает и его мозг не увидит, что от того, что он ляг, ляг на пол, как правильно, от того, что он развалился на полу в торговом центре и все на него посмотрели. И пока его головной мозг не поймет, что от этого ничего не поменялось, никто его на кресте не распял, никто его не ударил, ничего не случилось, от того, что кто-то посмотрел, ничего страшного не произошло. И пока этот навык на уровне рефлекса не встанет в голову, кластер в головном мозге не восстановится в хорошем смысле этого слова. Поэтому терапия, ОКР, стратегия, тактика, помимо вот этой всей истории, которую я сейчас рассказал, очень важны поведенческие, новые экспозиционные действия. Поняли? По поводу будут ли лежать участники первого сезона на полу, они узнают об этом сами. Если кто-то хочет получить еще больше внутренние такие философские мотивационные ценности, рекомендую прийти на второй сезон Нити Нити. Кстати, VIP места ограниченных только 10, имейте это в виду. Вот у меня скайп чата, вот это, VIPов, там только 10 человек и больше не будет. Поэтому не тяните, потому что начало 24 апреля и у нас почти месяц, второй сезон уже набирается, начало 24 апреля, но я вам рекомендую не тянуть. Запись уже на счетах, со скидкой, между прочим, опять же, и с просмотром первого занятия первого сезона. Посмотрите, первое занятие первого сезона, вы все поймете. Я вам просто скажу, просто посмотрите на этом сайте первое занятие первого сезона. Рябь может быть. Скидку там на сайте все узнаете. VIP-сопровождение там 3000 скидка будет. Давайте сейчас не об этом. Идем дальше. Пишем. Следующий самый популярный, один из популярных видов расстройств, за которыми кроется ВСД, паника и так далее. Сколько сезонов в этом году? Пока не знаю, но точно второй набирается. Это истерия. Но истерия это термин, придуманный профессором Фройдом, но на самом деле сегодня он называется, кто знает, есть ли психиатры, если есть врачи, психотерапевты, подскажите, как сегодня называется старая истерия бешенства матки. Не психоз, нет. Это конверсионное расстройство, да, Николай, это конверсионная история, да, это все, что связано с конверсиями. Окей. Соответственно, нет, невроз не может перейти в психоз, так же, как грипп не может перейти в мозоль на пятки. Поехали, пишем. Что же такое третий вид расстройств, которые часто сопровождают ваши ВСД, паники, что стоит за этим? Истерические, истерическое расстройство, это тоже борьба противоречивой тенденции, это тоже определенного рода требования, только в чем там основная история. Кто помнит? Это история про то, пишет, да, я понял, чат нельзя оставлять нормально, потому что там потащило кого-то. Значит, пишем, истерическая история, это требование, где с одной стороны вы требуете к окружающим соответствия, скажем так, соответствия вашей системе убеждений. Люди должны быть такими, как вы хотите. Это идет из тоже травматического детства, либо из очень обильно любимого детства, где инфантильность очень развита. То есть, инфантильные мужчины, инфантильные женщины, которые говорят, меня надо любить так, как я хочу, и если кто-то меня не любит так, как я хочу, это ужасно. Вот это детство травматичное или насыщенное гипертрофированной любовью, как правило, и является внутренней структурой развития этого невроза. Все, что выходит за рамки, как им кажется, неправильной любви к ним, вызывает серьезную проблему. Все, что выходит за рамки некого правильного понимания, как с ними надо вести себя, вызывает проблему. Какую проблему? Пишем проблему следующую. Эти люди своими внутренними требованиями, чтобы их любили так, как им надо, вызывают огромное количество гнева и обиды. Вот гнев и обида из-за требований к окружающим и будет вызывать огромное вегетативный и эмоциональный фон, который будет проявляться у вас в виде вегетатики, который вы потом можете испугаться, и когда к вам приходит женщина и говорит, вы знаете, у меня тахикардия, ком в горле, и вот панические атаки, и на самом деле там проблема не в этом, а может быть так, что это как раз совершенно другая история. При этом вторая часть вектора внутреннего противоречия, это история какая? Это история про то, что человек совершенно отказывается принимать позицию, что другие люди имеют право быть такими, какие они есть. То есть человек совершенно говорит, вот как я сказала, так и правильно. А вот все мнение остальных, оно приори неправильное. потому что мое правильное значит ваше неправильное. И если я хочу так, значит так оно и должно быть. И все должны делать так, как мне нужно. Я знаю, как правильно в этом мире. И все должны плясать под мою дудку. И если это не так, вы все будете сейчас загноблены либо выносом мозга, либо чувством вины, который я вас буду развивать. Такие мамы, конечно, очень частая история. Поэтому истерия или конверсия, что такое конверсия? Это когда вот этот гнев и вот это гнев и вот эта обида инфантильная настолько сильно резонирует в вегетатику, что у людей начинают головные боли возникать, обручообразные, различные феномены в теле, различные психовегетативные срывы, а при этом при всем эти люди начинают очень демонстративно вести себя, очень демонстративно вести свое поведение. Хотите бонус еще один подарок? Прямо сейчас мысль в голову пришла. Хотите расскажу о вторичной выгоде симптомов, чтобы не делать отдельно вебинар? Помните такую фразу вторичная выгода симптоматики? Вот записывайте. Вам сегодня подфартило. вторичная выгода симптоматики. три основных внутренних драйва, которые, скажем так, управляют невротическим расстройством. Слово выгода надо понимать правильно. Это не значит, что сидит такой невротик и говорит, так, дай-ка я подумаю, как мне выгодно и как мне невыгодно. Нет. Значит, пишем. Первое функция невыгода, только давайте так напишем. Первая функция симптомов это откладывать принятие решения в истинных сферах жизни. Откладывать принятие решения в истинных сферах жизни. Где-то человек не может принять решение и от этого возникает напряжение. Но поскольку убеждения не могут и потребности найти решение, человек говорит, я лучше подумаю о здоровье сердца, легкие, больницы, ВСД, форумы, лечения панических атак, счастливая жизнь без ВСД и прочая херня. Я лучше буду профессионально изучать свою паническую атаку, нежели принимать решения с мужем, с женой, с работой, с мамой и так далее. То есть, они как бы переключаются на мнимую терапию мнимой болезни, чтобы только не заниматься главным, потому что главным их заниматься не учат. Им рассказывают про ВСД, про тахикардию, и говорят, да-да-да-да-да, ну что-то мне не лучше, я поняла. Второе. Второй вариант или вторые частые аспекты, которые встречаются, это оправдывать собственное бездействие. Оправдывать собственное бездействие. Например, девушка боится выходить на работу, потому что она очень нормативная и боится совершить ошибку. Она закончила школу, ей надо жить самостоятельно. Она не может расстаться с парнем, потому что кто ее полюбит. Я рад, что вам сегодня помогло даже бесплатно. Спасибо. Приходите на мой тренинг на второй сезон, будет реально вам полезно. Если вы уже для себя что-то поняли даже из этой лекции, и она пытается подложить свое самочувствие, которое вызвано тревогой и страхом, не жить самостоятельно, не принимать решения, она как бы оправдывает собственное бездействие. Знаете, как эти клиенты говорят? Вы сейчас все узнаете многих своих друзей. Они говорят примерно так. Аплодисменты кто сейчас плюс поставит? Смотрите внимательно. Подождите, тихо. вот раз смотрите, сейчас эксперимент. Они говорят так. Я сначала выздоровлю, да не будет никакой счастливой жизни, забудьте вы про это уже. Сколько людей обманывать уже. А сначала я выздоровлю, и сначала меня отпустят, а потом я приму решение с мужем, с женой, пойду в спортзал, пойду в институт, на работу, и у меня будет все хорошо. Вот я хочу показать, что таким людям, как и предыдущему товарищу, не получится так. Потому что вы сначала должны научиться принимать решения, вы сначала должны научиться поменять свои внутренние отношения, и только потом у вас начнется меняться вегетатика, симптоматика и так далее. Кто из моих клиентов здесь находится, кто сейчас поставит восклицательный знак, это значит, что вы поддерживаете. Вы сначала поменяете отношения, и сначала начнете действовать, вот они, а потом вы получите результат. И это очень трудно, совершенно верно, потому что довериться такому идиоту, как я, бывает непросто, правда же? Зломячон гонит, блян. сначала стулья, потом деньги. Понимаете? А многие говорят, нет, мне сначала должно стать легче. И вот на таких людях делают бабло. Под названием я вам сейчас расскажу, и вам будет очень легко. Серьезно? Какое хорошенькое дело, ну-ка давайте. Третья функция. Пишем. Спасибо. Спасибо, ребята. Третья функция это как его привлечение внимания. Через не могу, да, но привлечение внимания. Например, женщина, подождите, ребята, подождите, женщина чувствует, что внимание мужа ослабело, женщина чувствует, что не так сильно она уже и нужна, и она начинает испытывать страх, что ее бросят, оставят одну, что она по миру пойдет, вернется в свой Урюпинск и будет там на гармошке играть, варенки плести. И все подруги скажут, о, наш Людка-то вернулась, на кого никому-то не нужна, и Людка скажет, да, вот у нее возникают такие ужасы в голове, и она начинает испытывать от этого вегетатику, панику и так далее, но косвенно муж начинает активничать, что у тебя со здоровьем, давай в эту больницу, давай в эту больницу, подкладывая, за что историю, подкладывая историю про то, как же можно бросить больную жену и уйти к молодой любовнице, ты же не бросишь меня, пока я болею, и хер раз-два она выздоровеет, она не выздоровеет, в кавычках, потому что если она станет здоровой, то есть большая вероятность, что муж скажет, ну ты теперь здорово, точно, анализы хорошие, да, вот тебе чемоданы, дальше беги, кому это надо, она так не захочет, и вот тут начнется подкладывание одно под другое, что-то не лечится, что-то мне не помогает, и этот мне не помог, и этот мне не помог, у тебя нету задачи от этого избавляться, потому что ты вцепилась бессознательно в определенную функцию, и вот разобраться во всем в этом, во всем, что я вам сегодня сказал, и есть мировая практика психотерапии, а не рассказ про ВСД и панические атаки, надеюсь, вам сегодня это всем стало ясно, поставьте, пожалуйста, от нуля до десяти цифру, насколько вы довольны информацией, которую вы сегодня услышали, ничего себе, клево, спасибо, очень приятно, спасибо, спасибо, ребят, я старался, все вопросы, которые вы сейчас будете задавать, я знаю, давайте на них отвечу сразу, без вас, спасибо, отвечаю на первый ваш вопрос, который вы сейчас не хотите задать, могут ли быть такие-то, такие-то, такие-то симптомы при неврозе, ответ, могут, но, надо отталкиваться от обследований, надо отталкиваться от дифференциальной диагностики, второй ваш вопрос, который вы часто можете задавать, сколько времени мне потребуется, чтобы избавиться от этой проблемы, ответ, не знаю, моя задача обучить вас методологии, на семинаре, на тренинге, который еще раз вот здесь, мы этим и занимаемся, кому нужны дополнительные занятия в скайпе, это уже не, это можно со мной, с другими консультантами и так далее, я отвечаю за тех, кто занимается у меня, в целом, мировая практика генитинотерапии говорит о 15 занятиях, но если мои ребята прошли вот это обучение, то сроки эти будут сжиматься, потому что не будут тратиться время, положа руку на сердце, могу вам сказать так, просто сказать вам цифру мало, я, например, справился со своими паниками и вегетатикой в шестом еще году, но поверьте, еще три года назад меня кое-что задевало, а теперь слушайте внимательно, только очень тихо сейчас прям тишину, я прям специально час включил, но тишина, ответственность чтобы была, секрет очень важный, как понять, эффективна ли ваша терапия или нет, как понять, движетесь ли вы или нет, отвечаю честно и коротко, единственный критерий, который надо запомнить, это что вас цепляет и задевает, если вы, я вам так скажу, чем меньше события, которое может вас зацепить, тем хуже ваша проработанность, поясняю, если вас цепляет в виде агрессии, ревности, гнева, злости, страха, мелкие события, быта, социума, вегетатики, если вас все это цепляет, ваша терапия на начальном этапе. Мои клиенты отслеживают следующую динамику, что сначала они приходят на одном уровне, который в них, на профессиональном языке, мы называем это попадает, что в тебя попадает? Мне попало и эти слова, и эти слова, и эти действия. Почему ты сделал тренинг, ты не хотел, да, вот это, почему, почему попало, почему ты так напрягся, почему столько писем, почему такая предъява, в чем проблема, куда попало, уже пять лет тебе попадает, выздоровеет опять уже наконец, да, в чем история, куда попало? История про то, что нас задевает те вещи, которые для нас не проработаны, и если эти вещи по своей величине не увеличиваются, значит, вы не изменяетесь в психотерапии, понятно? Поэтому очень важно понимать динамику объема события, которое вас начинает цеплять, и это только время. Например, вот сейчас есть мои клиенты, пожалуйста, ответьте, ребята, замечаете такой момент, что вот до начала занятий вас цепляло это, это и это, потом через месяц вы поняли, что это не цепляет, но цепляет другое, потом еще через месяц вы поняли, что это не цепляет, но цепляет другое, и вот эта динамика изменений и есть терапевтический процесс, я вам скажу больше, порой на это уходит очень много времени, потому что вот эти изменения было, стало, возможно увидеть только в линейке времени, например, еще три года назад я помню, что меня цепляло и задевало, сегодня 26 марта я вижу совершенно другую картину, я знаю, что через три года в 2020 году, например, я скажу, что, блин, в 2017 меня там цепляло и задевало это, а сейчас, то есть, вот такие шаги, вот такая динамика и есть личностный рост, поэтому я вам рекомендую очень внимательно отслеживать момент, куда попало и что цепляет, и благодарить людей, и благодарить события, которые случились в вашей жизни, если попало, почему благодарить, кто понимает, да, потому что если попало, если зацепило, почему надо сказать спасибо, надо сказать спасибо, потому что это прекрасный опыт, это прекрасная, прекрасная возможность увидеть свои слабые места и над ними проработать, если я сегодня на кого-то разозлюсь, заведусь и так далее, я скажу только спасибо, кажется, я где-то что-то упустил, а есть люди, которые считают это естественным их состоянием, в этом и есть их патология, вот, поэтому это очень важно, ребята, какие еще вопросы вы часто задаете, по поводу симптоматики отвечать бесполезно, по поводу как понять, какой из видов внутренних конфликтов, отвечу так, бывают сочетаны, бывают чуть-чуть оттуда, чуть-чуть оттуда, вы должны садиться и работать, вот, те ребята, которым посчастливилось быть на первом сезоне, они два раза в неделю этим будут заниматься, и уже занимаются, у них очень небольшие промежутки между занятиями, и на каждом будет увеличиваться домашнее задание, и они будут постоянно корпеть над аналитикой того, что с ними происходит, поэтому я за них только рад, их 120 человек на первом сезоне и увидите результаты. Дереализация это не расстройство как таковое, это последствия какого-то расстройства, как и вегетатика, имейте это сразу в виду, то есть дереализация, деперсонализация это не какой-то невроз, это последствия какого-то затяжного расстройства, как правило, это связано с каким-то из трёх плюс элемент депрессии. Если цепляет, это слабое звено, Рита, совершенно верно. Чтобы отличить невроз от психоза, нужно провести дифференциальную диагностику, но прежде всего это касается внутренней критики. Если вы задаёте такой вопрос, если вы боитесь идти с ума, если вы боитесь своих мыслей, вы с ума не сойдёте и не сошли. У людей, действительно сумасшедших, совершенно всё в мире по-другому. Объясняю коротко. Чтобы сойти с ума, надо получить по башке, получить травму головного мозга, надо отравить свой головной мозг серьёзными галлюцинаторными препаратами и надо иметь генетическую врождённую патологию, которая будет проявляться специфическим уровнем. Люди, которые сошли с ума, живут абсолютно естественной для них жизнью, просто не все рассказывают, что они наполеоны, или не всем рассказывают, что они выдающиеся, они всем рассказывают, что они лучше других, но им будут все говорить, слушай, ты, по-моему, перегибаешь, и говорят, нет, я такой. То есть вот это туда. Поэтому страх сойти с ума и страх потерять над собой контроль указывает о наличии критики к собственному поведению. Если критика к собственному поведению присутствует, это очень важный показатель отсутствия серьёзной патологии. Всё. Излишняя критика как раз свойственна невротику. А вдруг я сойду с ума, а вдруг я потеряю контроль. Это как раз невротическая природа на 100%. А вот психотики – это ребята, у которых с критикой очень большая проблема. И чем хуже критика к собственному поведению, тем тяжелее расстройство психотического уровня. И чем больше критики к собственному поведению, тем тяжелее невротический уровень. Поняли, что это разные концы? Абсолютно. Махровый невроз – это просто структура личности, которая всю жизнь, много лет так работает. Ребятки, спасибо вам всем большое. Я постарался за короткое время очень ёмко вам рассказать об очень важных медицинских, околомедицинских, психологических аспектах. Надеюсь, вы будете пользоваться этим видео дальше. Я очень буду ждать, если хотите, вас на этом сайте посмотрите первый урок первого сезона. Посмотрите, как я работаю, как это всё выглядит. Там первое только занятие, соответственно. Пожалуйста, посмотрите. Кто хочет прокачаться клёво на втором сезоне, пожалуйста, можете бронировать места. Только бронируются они ввиду оплаты, имейте это в виду. Второй сезон будет ещё добавлен в некоторые темы важные, поэтому это не будет тупо копирование первого сезона. Для ребят из первого сезона я предоставлю дополнительно ещё интересный материал с каждым занятием, поэтому только вперёд, как говорится. Спасибо большое за обратную связь. Я, правда, очень сильно старался. Это видео будет выложено на канале чуть позже. У вас есть сутки, там стоит счётчик на этом сайте, чтобы посмотреть видео первого урока. Пожалуйста, смотрите. Я старался вам помочь. Следующий вебинар будет в апреле. Он будет посвящён либо ОКР, либо какой-то другой важной проблеме. Хотите, по секрету скажу, какой вебинар я хотел следующий. Может быть, вам интересно, обратную связь дадите мне. Я хотел провести просто про ОКР уже я говорил, уже все говорили, и там будет всё около одного и того же про эту нормативность. Честно сказать, что-то не очень хочется. Я бы хотел сделать вебинар по поводу симбиотической связи с матерью и нарушения внутренних границ личности. о том, как людям научиться выстраивать внутренние границы, оторваться от матери или от чувства вины. Да, вот именно вот такую тему, потому что она гораздо более научная, глубокая, медицинская, практическая. Потому что с ОКР уже, ну, блин, информации много. Парадоксальный подход, провокация, да, развитие более гибких форм поведения. Это всё практика ОКР и практика, ой, КПТ, терапия и так далее. А вот внутренние границы, симбиотическая связь, инцест, разрушенные границы, чувство вины перед подавляющей шизофренной матерью, которая говорит, если ты уйдёшь, мне будет плохо, когда спекулирует, да, вот это проблема. И я думаю, что этот вебинар вы увидите очень скоро в апреле. Надеюсь, вы на него придёте. И ещё хочу вас попросить. YouTube сделал кнопку с оповещениями, поэтому если хотите, чтобы вам приходили оповещения, что я выложил новый ролик с канала YouTube, там надо на канале кликнуть «Оповещать». И обязательно проверяйте почту. Мы рассылаем вам хорошие, интересные видео, предложения, всякие штуки, но многие из вас не читают электронную почту. Почта «Инфо собака без невроза ТВ» – это моя корпоративная почта. И проверяйте её. Даже многие на этот вебинар не смогли прийти только лишь потому, что они не прочитали это письмо. Понимаете? Поэтому постарайтесь быть более активны в этом смысле. Если вам не пришла ссылка на вторую серию, то напишите Татьяне, директору, она разберётся, почему не пришла и кто вы. Если вы оплачивали участие с копией, если вы оплачивали участие с копией, то мы разберёмся, почему не пришла. Всем пришла. Спасибо вам большое. Пожалуйста, смотрите урок номер один первого сезона. Это вам подарок. И вам подарок – большая скидка на участие на втором потоке, на втором сезоне. Скоро будет вебинар. Я так понял, мы утвердили, да, с вами тему? Клёво. Тема утверждена – это симбиотическая связь, разрушенные границы, восстановление самости. Вот этот вебинар я скоро проведу и расскажу вам все важные аспекты. Спасибо вам большое. Нет счастливой жизни без панических атак АВСД. Есть только глубокая работа над невротическими расстройствами. Спасибо вам большое. Увидимся. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.